Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Радзина Мария, и я рада приветствовать вас из центра Альфа-Диалог на конференции «Методики и технологии развития профессиональной компетентности работников сферы культуры и искусства. Опыт организации ДПУ регионов России». Прежде чем мы начнем, я хочу, наверное, рассказать немного о техническом регламенте нашей конференции. Я просто напомню, что во время выступления микрофоны всех участников конференции, кроме, конечно же, выступающего, должны быть выключены. И если у выступающего есть презентация, он может включить демонстрацию экрана и продемонстрировать нам видео, аудио презентацию, либо какие-либо слайды, изображения. Также, если у слушателей конференции есть вопросы, вы можете задавать их либо в чате, либо после выступления включить самостоятельный микрофон и задать какой-либо вопрос. Если по каким-то причинам вам не удалось это сделать, мы можем сделать это в конце нашей конференции. И я хочу представить вступительное слово, дать слово доктору педагогических наук, директору Центра «Альфа-диалог» Ядровской Елене Робертовне. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемая Марина, спасибо за открытие нашей конференции. Дорогие участники, дорогие коллеги, приветствуем вас из города Санкт-Петербурга. Организаторами нашей конференции выступают Международная ассоциация профессионального дополнительного образования и Центр дополнительного образования «Альфа-диалог». Конференция проходит наша в рамках недели ДПО, и мы вот переняли эстафету от наших коллег, которые уже не один день обсуждают очень важные, актуальные, интересные вопросы. Сегодня мы будем говорить с вами о культуре, и одним из главных адресатов нашей работы является молодежь. Это дети, это подростки, это студенты, которые, конечно же, развиваются не только в стенах непосредственно учебных заведений, школы или вуз, но и, безусловно, в системе дополнительного образования. Это, конечно же, педагоги, экскурсоводы, библиотекари, сотрудники музеев, которые повышают свою профессиональную компетентность, развивают свое мастерство, именно работая в системе дополнительного образования, поскольку сфера музейной деятельности и сфера школьной деятельности, она уже давно не ограничивается ни стенами школы, ни стенами музея. Поэтому наша задача сегодня – поделиться опытом, представить свой опыт, поделиться опытом, обсудить, взять себе на заметку интересные приемы, подумать о том, как вот это огромное пространство, дополнительное образование, оно может быть как официальным, если идет в рамках, допустим, центров докобразования, также оно может быть и неформальным, когда мы организуем внешкольную, внеучебную деятельность, и руководителями этой деятельности выступают как раз профессионалы в сфере культуры. Мне видится, исходя из тем наших выступлений, исходя из географии очень большой, здесь представлены разные города России, программа у вас у всех есть. Мне видится, что наш диалог будет интересным, полезным, что мы обретем новые контакты, овладеем или хотя бы узнаем о новых методиках, о новом опыте, и, конечно, постараемся потом воплотить это в жизнь. И я очень надеюсь на то, что с проведением конференции наше общение не закончится, а наоборот будет развиваться и дальше. Итак, позвольте на правах открывающей сегодняшнюю конференцию представить вам свое сообщение о том, как можно развивать мотивацию школьников к чтению текстов культуры. И вот буквально через несколько секунд я вывожу сейчас презентацию на экран и напоминаю всем выступающим о регламенте. Регламент нашего выступления – это 15 минут. Просьба ко всем постараться уложиться в этот регламент. Напоминаю о том, что когда мы с вами… Сейчас я вывожу презентацию на экран. Когда мы выступаем для того, чтобы следующий докладчик мог представить свое занятие экран, предыдущий должен обязательно его освободить. Итак, уважаемые коллеги, я надеюсь, что вам все видно. Видно? Презентация на экране, правильно, да? Все хорошо. И я хотела бы поделиться опытом организации. Это Центр дополнительного образования «Альфа-диалог». Мы находимся в Петербурге, на Васильевском острове. И в проектах наших принимают участие много регионов Российской Федерации, а также есть ряд проектов международных. Вот по подсчетам за 15 лет нашей работы мы проводили различные проекты. И к нам приезжали в Петербург, или мы приезжали в различные регионы или страны. То это было более 10 стран мира и 83 субъекта Российской Федерации. Поэтому вот такой опыт. По численности у нас небольшая организация по статусу НКО. И занимаемся образовательными проектами. Итак, позвольте представить тот опыт. Я одну лишь тему, одну лишь тему представлю сегодня. В нашем поле ключевых проблем, конечно же, являются тексты культуры, под которыми мы понимаем не только тексты литературные, но и принимая позицию, что весь мир – это текст, то то, что создаёт текст, то ключевым, конечно, инструментом приобщения для нас является искусство, в частности, литература, которая решает очень много не только учебных задач, точнее, но и эстетических, и духовно-нравственных. Поэтому развитие мотивации к приобщению текстов культуры, а это информационное поле, культурное поле постоянно обновляется, пополняется. Здесь вот вы видите такой слайд, да, недоумённый взгляд школьника на то, как много создано всего написано, как же бедному ученику сегодня это всё освоить. И в том потоке информации, здесь вот на слайде движется презентация, всё в порядке, да, коллеги? Вы видите такое разделение, я хотела бы сделать на этом акцент, о том, что к текстам культуры и то, о чём я сейчас буду говорить, мы относим не информацию, которую мы обрабатываем с вами ежедневно, и здесь требуются навыки, компетенции, функциональной грамотности, функционального чтения. Мы говорим с вами о более сложной, о более тонкой материи, о художественном образе, о текстах искусства. Поэтому развитие мотивации к чтению таких текстов требует, конечно же, особого мастерства от учителя, от педагога. Маленький экскурс, да, в позицию, которую когда-либо занимал педагог. Вот здесь разные кадры из фильма. Посмотрите, она могла быть, допустим, авторитарной учитель, ключевой источник знаний. Она могла иногда иметь элементы диалога, да, знаменитый фильм «Доживём до понедельника», да, и вот эти проблемы, разворачивающиеся внутри. Она могла быть такой необычной, неожиданной, как в замечательном фильме по рассказу Виктории Самойловны Токаревой. Здесь вы видите фильм «Урок литературы» и в роли учителя литературы знаменитый актер Стеблок, который решает в один момент поменять всю ситуацию на уроки, да, и дети это принимают, и разворачивается совершенно другое живое действо. А вот перед вами кадры из фильма «Общество мёртвых поэтов», известный фильм, культовый фильм, чего в 80-х годах, Петра Уира, когда именно встав на другую точку зрения, посмотрев на искусство, на литературу, на ту же науку о литературе, теорию и литературу, детям открывается настоящая поэзия, да, и по-другому, да, воспринимаются те истины, которые преподносились так в готовом виде. И, конечно же, в 21 веке никто из нас не претендует на роли источника знаний. И вот как организовать деятельность ребёнка, как организовать деятельность студента, как ресурсы дополнительного образования, оно обладает уникальной возможностью, и эта возможность заключена в том, что оно имеет иные рамки, и временные, и ресурсы, оно имеет больше ресурсов, оно имеет больше временной ресурс, больший ресурс в плане материалов. Мы не готовим детей к сдаче каких-то экзаменов. То есть вот этой официальной диагностики, да, мы не заключены в её рамке. Поэтому мне видится, что именно в системе дополнительного образования сейчас может как раз и разворачиваться главное, да, образование ребёнка. И как расширить это культурное поле? Конечно, очень важно, когда этой задачей расширения культурного поля ребёнка занимается не только школа, а именно вот вся среда. Это и родители, это и те люди, которые занимаются с ребёнком дополнительно, будь это там музыкальное образование, да, художественное образование, либо различные кружки, секции в рамках ДПО и так далее. И как эту роль, как сделать ребёнка не просто слушателем, а как его сделать, помочь ему стать в активную позицию. Вот позвольте, да, несколько таких приёмов буквально показать. Итак, в нашем центре уже на протяжении нескольких лет реализуется такой проект «Классный час с альфа-диалогом», где именно ученик и ведущий, а это уникальный специалист в своей области, сотрудник музея, либо преподаватель университета, либо просто уникальный, интересный человек, писатель, журналист и так далее. Причём прошедший определённую методическую подготовку, поскольку, знаете, как в философии есть понятие, человек может много знать, но при этом не уметь, да, передать это знание, заразить этим знанием другого. Поэтому те люди, которые работают с нами на проекте, они ещё овладевают и методическими компетенциями. И это и различные циклы занятий, которые мы проводим. Занятия могут проводиться как онлайн, и тогда мы охватываем различные регионы России. Буквально месяц назад активное участие мы принимаем Владивосток, до этого это были и Хабаровская, и Свердловская область, и ряд других регионов. И у детей возникает уникальная возможность не только совершить виртуальное путешествие, да, вот в какую-то новую среду, посмотреть что-то новое. В этом, наверное, нет новизны. Это и виртуальные музеи тоже существуют давно. Новизна заключается в другом, что ребёнок может вступить в диалог с уникальным специалистом. Что это идёт здесь и сейчас. Что это неопосредованный источник, да, когда он просто в записи что-то смотрит, или когда ему рассказывают об этом учителем, или когда он черпает информацию из интернета. И учителя, которые понимают ценность таких занятий, они видят, как вот этот дополнительный ресурс центра доп. образования может помогать им создавать мотивацию к изучению какой-либо темы, какого-либо предмета. Я не привожу примеры, которые есть на слайде, я думаю, вы их уже успели прочитать, но именно такие занятия помогают не просто расширить представление о каком-то явлении, а мотивировать ребят на изучение какой-то интересной новой информации. Или это могут быть интерактивные задания, когда по итогам какого-либо цикла, я покажу сейчас их тематику, учащиеся сопровождают весь цикл тьютер, есть такая педагогическая работа, которая не просто модерирует чат, модерирует эту деятельность, знакомится с ребятами, проживает с ними эту тему, этот цикл занятий, но и готовит потом итоговое занятие, квест, заученное путешествие, викторину, игру, то есть самые интересные формы работы. И даже на такие трудные темы, иногда к нам поступают запросы, скажу сразу, что мы не только предлагаем определенные циклы дополнительных вот такие занятия, названия их, одни из самых интереснейших, там «Русский Нобиль» или «Циклы по искусству». Любое, наверное, не хочу обидеть никакой, поскольку они действительно уникальны и интересны. Могу лишь привести два примера. Так, например, цикл «Русский Нобиль». Одно из занятий ведет друг Нобелевского лауреата, директор школы Жаре Салтерова. Если мы говорим об искусстве, то это занятие ведут ведущие специалисты в той или иной сфере, будь то специалисты по древнерусскому искусству, или в области восприятия искусства, или каких-либо других. То есть для нас это очень ценно, очень важно. И подчеркиваю, что это люди, которые умеют общаться с детьми и постоянно совершенствуют не только свое прямое профессиональное мастерство, но и методические компетенции. Поскольку, хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, а среди вас есть библиотеки, экскурсоводы, ведущие руководители проектов, сейчас нет недостатков информации. Не могу сказать, что нет недостатков кадров. Хороших кадров всегда недостаток. Но самый большой недостаток сегодня как раз в развитии методических компетенций, в том, как построить мостик от сложного материала. Особенно есть речь о культуре, об искусстве, об областях знания достаточно сложных. И вот умение выстраивать этот мост, умение быть в диалоге с юным слушателем как раз и называется методической компетентностью ведущего, будь то лектор, будь то ведущий какой-то конференции и так далее. Мы можем поставить и провести урок, это условно такое метафорическое, мы можем провести какую-то работу, когда не мы рассказываем студентам, детям, а когда именно вот используя потенциал доп. образования во времени, после школы, после института, мы организуем групповую работу, и они нам рассказывают, так открываются тексты культуры, которые не затрагиваются ни в школе, да, вы видите здесь экран, ни в вузах, и перед ними предстает эпоха. Одной из сложных, и таким тем, к сожалению, до сих пор остро неактуализированным является культура второй половины 20 века. И именно через доп. образование мы помогаем ребятам получить представление о социокультурной ситуации, о текстах культуры этого периода, в котором мы росли мы с вами, откуда родом их родители, их родственники, и который, к сожалению, вот этот потенциал этой культуры, он незаслуженно забыл. И для понимания этого пласта культуры совершенно невозможно даже понимать культуру сегодняшнего времени. Другой способ работы, тогда, когда мы берем такой перекрестный весьма этот момент, либо от явления к предмету, либо от предметов к явлению. Перед вами два изображения. Первое – это книга Женатана Свифта, написана еще очень-очень давно, это 18-й век, и рядышком с ним, посмотрите, и вот памятник Гулливеру, который находится здесь у нас недалеко, это скульптура Юсуфова, Тимура Юсуфова в университетском сфере Крестовой Гулливеру, недалеко от нас на Васильевском острове. И не буду дальше разворачивать этот концепт, но вы видите, как можно либо от книги перейти, как этот текст проживает дальше культуру, либо наоборот, представить ребятам какую-то определенную, будь то скульптура, будь то произведение живописи и так далее, посмотреть его истоки, если они так или иначе связаны с литературным текстом. Другой перед вами текст, много раз интерпретированный в разных видах искусства. Это «Девушка с кубшином», скульптура Соколова. И вот эта длинная история, начиная от Басинова-Понтена к стихам Пушкина, Ахматовой и современной поэзии, которая не обошла вниманием этот знаменитый памятник. Следующая форма работы – это тогда, когда это проектная деятельность. Это то, как раз, чем очень серьезно, много, глубоко занимаются ДПО, являющиеся по структуре замене коммерческими организациями. И они, благодаря и господдержке, так, например, благодаря президентским грантам, нам и не было, а в настоящее время реализуется тема направления межнационального согласия, тема поддержки изучения родной литературы в школе, родного языка. И здесь, в таких проектах, когда содружество ребенка, ученика, родителя, для нас очень ценно, очень важно. Вот сборник этот написали дети. И это все за рамками школы. То есть здесь вы видите участников, победителей конкурса, которые приехали в школу «Диалога народов России», открытие проекта, влучение сертификатов. Это был 2018 год. В 2021 году мы создали дайджест литературы народов России. Когда я говорю «мы», то прежде всего за скобками раскрывают этот дайджест создали дети. Опять-таки, в рамках проектной, дополнительной деятельности, вне рамок школы, куратором такого проекта, оператором был Центр Альфредолог при поддержке президентского гранта. И зайдя на этот ресурс, презентация потом будет доступна. Всем уважаемым коллегам, безусловно, делимся опытом друг с другом. И здесь вы можете посмотреть и уроки по литературе народов России, и многое другое, и те тексты лонгриды, которые создали дети. Интервью с писателями и так далее. В прекрасном поминоостровском дворце дети представляют с учителями свои проекты. И проект продолжает жить сейчас. Либо это другой проект, который, конкурс проводился, нашим Центром, о том, как дети цифровой эпохи воспринимают то, что происходит в нашем цифровом уже сознании или мироощущении. Много внимания мы уделяем теме детской литературы. И в этом, наверное, наш Центр лидирует, поскольку самая масштабная конференция именно в области детской литературы была в фрагменте, в 2020 году, на которой были ключевые специалисты в области методики и писателей и так далее. И, завершая выступление, хотел буквально несколько слов сказать о том, что одним из важнейших направлений нашей деятельности являются учебные, культурно-познавательные проекты, которые мы проводим более 10 лет. На них приезжает огромное количество ребят, это и всероссийская школа, и проект «Учимся в Петербурге», и социально значимые проекты, которые реализованы в прошлом году на «Удом моей России», и многие другие. Так, например, «Учимся в Петербурге» это пластырный проект, внутри которого постоянно дополняются новые тематики, новые сессии. У каждого ребенка есть папка, тетрадка, тюдорское сопровождение, расписание на целый день. И ключевая особенность, вот в чем особенность этих проектов, это развитие мотивации. Мы не отбираем детей, не нам это дано, это мое глубокое убеждение, талантлив и одарен каждый человек, каждый ребенок, каждый взрослый. Важно пробудить эти способности, важно создать среду, важно создать условия. Поэтому команда центра это профессиональные педагоги, специалисты в области культуры, науки, и это выходит за рамки технологии уже очень давно у нас, да, и искусства, которые помогают развить мотивацию вот как раз учебу. То, чем не успевает заниматься школа, этим как раз занимается система дополнительного образования, создавая среду, в которой развивается ребенок, родитель, учитель, ученик, студент, и, конечно, развиваемся мы сами, поскольку человек перестающий развиваться, мертвый человек. Вот на этом выступлении, да, учитывая регламент, его завершаю и готова буду ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Может быть, вопросы, смотрю, возникнут в чате, может быть, только еще мы так разогреваемся. Приветствуем наших коллег, наших организаторов, Международная ассоциация профессионального дополнительного образования, Анатолия Георгиевича и Бельянченко, и хочу лично передать просто слова благодарности за то, что таким, вот, как сказать, человеком, который стимулировал нас для арка и помогал организовать эту конференцию, как раз является Анатолий Георгиевич. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, я передаю слово Марии, нашей ведущей. Пожалуйста. Да, Елена Робитовна, спасибо большое за прекрасный старт нашей конференции. И я хочу тогда поприветствовать нашего следующего участника. Это старший научный сотрудник Государственного русского музея Лысенко Аксана Александровна с докладом «Знаменитые рамы. К вопросу о роли детской книги по искусству в формировании нового поколения музейных посетителей». Оксана Александровна, да, я вижу, что вы здесь. Здравствуйте. Прошу вас тогда включить демонстрацию экрана. Видно экран? Да, да, все хорошо видно. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы знаем, насколько важное значение имеют научно-популярные книги по искусству, в том числе адресованные детской и юношеской аудиторией. Эти книги формируют вкус, учат видеть и понимать произведение искусства, анализировать его, знакомят с различными памятниками, биографиями художников или архитекторов и так далее. И как музейщик, как музейный сотрудник, скажу, что эти книги формируют музейного посетителя. Что обычно видит музейный посетитель в художественном музее? Приблизительно он видит то, что сейчас вы видите на экране. И на самом деле это очень, я бы сказала, даже для меня как специалиста в области картинных храмов, это, в общем, достаточно такая большая трагедия, потому что я понимаю, что наши музейные посетители, сегодня наши, это я имею в виду российскую публику, потому что сейчас немножко позже вы узнаете, почему я говорю именно о нашей стране. Так вот, музейные посетители отечественных музеев, как правило, не видят части того, что экспонируется в музейных залах. А вот перед вами сейчас вы видите, конечно, разницу вот на этом кадре и здесь. То есть разница совершенно очевидна. Дело в том, что значительная часть живописных полотен в музейных залах, в том числе и в залах Государственного русского музея, один из которых перед вами на экране, а значительная часть картин украшена, и я не побоюсь этого слова, именно украшена превосходными произведениями декоративно-прикладного искусства картинными рамами. Я покажу вам сейчас ряд из этих памятников. Вот одна из уникальнейших рамок, которая как раз находится в том зале, которую вы видите сейчас на предыдущем кадре. Еще одно замечательное произведение – это рама из собрания Третьяковской галереи, созданная по проекту архитектор Матвея Казакова. И еще один уникальный памятник, прекрасный в своей строгой красоте, с резным декором. Это произведение Кипренского, портрет Медия Гагарина ребенка в своей замечательной раме, в стиле ампир. Еще один уникальный памятник, мы сейчас говорим о картинных рамах, это рама, украшающая акварельный портрет Григория Григорьевича Кушенова, работы Раулова. Рама из собрания Третьяковской галереи, которая украшает портрет Ольги Николаевны, кисти Кристины Робертсона. И удивительно, вот всегда бывает, что зрители не видят даже таких вот памятников, которые я вам сейчас показала, и, в частности, вот это совершенно удивительное произведение, которое создано было специально для картины Айвазовского «Девятый вал». И, собственно, вот эти два произведения, картина и ее рама, они составляют неразрывные целые. То есть это превосходный пример синтеза искусств. Декор этой рамы, вот если обратить внимание на нижнюю ее часть, вы видите такой элемент декора, напоминающие волны, и эти волны, которые волнам написаны на холсте. Посетители, как правило, этого не видят. Между тем, созданные друг для друга картины и рамы составляют не только единый и неразрывный союз. Но и образ музейной экспозиции, то, какие мысли, эмоции, ассоциации она пробуждает, зависит не только от картин, но и от рам, в которых они представлены. В чем же, собственно, проблема? Почему музейные посетители видят скульптуру, видят убранство интерьера, частью которого при этом являются рамы, видят живописные произведения, но не видят рамы? Дело в том, что изучение в Европе картинных рам началось еще на рубеже 19-20 века. И с тех пор, мы с вами это прекрасно понимаем, сформирована культура восприятия в картинные рамы. В России изучение картинных рам началось немногим более 20 лет назад, и мы с вами понимаем, что для науки это крайне маленький срок. То есть сегодня мы находимся в степени зарождения науки о картинной раме в России, в российском искусствознании. И вот, собственно, вот эта культура, восприятия нашей российской публикой картинные рамы сегодня еще только формируется. И поэтому вот я считаю, что одной из главнейших задач, взрослая публика, конечно, невероятно важна, но взрослой публике свое видение всего на свете, в том числе и свое видение музейной экспозиции. мы все приходим в музей со своим внутренним каким-то представлением о чем-то, что мы хотим, что мы должны, что мы можем увидеть. Но есть совершенно другая публика – дети. Дети не мыслят стереотипами, поэтому, как правило, они видят гораздо больше или, если угодно, они видят иначе, чем взрослая публика. Я надеюсь, что подробнее о занятиях с детьми в Русском музее расскажет, надеюсь, что с нами сейчас уже Ирина Викторовна Бульенова, сотрудник Русского музея. Я показываю сейчас кадр, сделанный Ириной Викторовной, это мое занятие с детьми по картинному раму, и вы видите вот эту живую реакцию детской публики. Мы с ними сейчас, я им рассказываю об авторской раме Ирии Ефимовича Репина, к раме к его картине «Знаменитый Садко», и вот эта реакция, картина Рава была создана по проекту Репина в Парижской мастерской Крепентье, и вы видите, вот как реагируют дети на вот этот великолепный памятник. Собственно, именно поэтому я поняла, что необходимо написать книгу о картинных рамах, которая будет адресована к детской аудитории. Книга эта написана для детей школьного возраста, для студентов, и, естественно, для их родителей. Вот мое глубокое убеждение, что с детьми об искусстве нужно говорить нескучно, так, чтобы было интересно не мне, как ведущему, как тому, кто рассказывает о чем бы то ни было в области искусства, а чтобы было интересно им. Поэтому есть такая замечательный принцип, немного уже придуманным, давно эта методика отработана на различных детских книгах, это разбивание текста на маленькие главы. Вот, собственно, это я сделаю в своей книге о картинных рамах, которая называется «Замечательные рамы», «Замечательные рамы», простите, картина тоже нуждается в украшении. Так вот, маленькие главы, каждая глава, каждую главу сопровождает иллюстрации, данные на всю величину, вот как на этом развороте, на всю величину страниц, для того, чтобы дети могли рассмотреть детали. Это крайне важно. О чем рассказывает книга? Книга рассказывает о знаменитых рамах разных эпох и стилей. Книга рассказывает об авторских рамах известных художников. Вот вы видите картину Репина с отхода, фрагмент, который мы несколько кадров назад видели, и ее знаменитую раму. Вы видите произведение Василия Верещагина, его картины из Верхневолжского цикла аврамами, созданными по замыслу художника, резчиками Ростова Великого. И это великолепный союз, да, и об этом тоже рассказывает книга. Книга рассказывает, вот опять же, когда я говорю, что книга рассказывает, это через отдельные истории, истории создания, истории бытования того или иного памятника, эти истории я включаю в крайне важный аспект, ну, например, такой важный аспект, как роль рамы восприятия произведения изобразительного искусства. Ну, книги об этом говорится определенным языком, об этом сейчас не будем говорить подробнее, но об вам, для того, чтобы вы поняли, насколько важна роль рамы восприятия произведения изобразительного искусства, я показываю, сейчас покажу два примера, вот первая из них на экране, это картина художника Ротари в двух разных подрамлениях, слева рама 19 века, справа рама, созданная для этой картины в 18 веке, и вы видите, насколько по-разному одно и то же произведение воспринимается в разных подрамлений, и другой пример, это картина художника Мартынова Петербурга, и мы поменяли не только декор, но и профиль рамы, и насколько по-разному воспринимается один и тот же сюжет, одно и то же произведение разных подрамлений, в левом случае к нам приближается изображение, в правом не только отдаляется вот эта стопажная сцена, гуляющая публика, но и зрительское внимание фокусируется на изображенном вдали шпиле Михайловского замка. Конечно же, книга рассказывает о техниках и материалах, о том, что такое багет, и сегодня это крайне важное тема, потому что даже в музейных залах сегодня существует засилье современного фабричного багета, это подделки под произведения, это штамповки, и эта штамповка никоим образом не может дополнять, и тем более украшать, мы с вами должны понять, она не может украшать произведения и изобразительные искусства, те шедевры, которые висят на стенах музейных залов, тем не менее она там присутствует, и это трагедия современного видения, когда я говорю о видении, подразумевая не только музейную публику, но и некоторых специалистов, и вот собственно книга в том числе рассказывает о багете, чтобы показать насколько разница, насколько ничего общего не имеет тот багет, который был создан на рубеже, когда он появился в конце девятнадцатого века, сейчас я вам показываю два памятника, это багетные равы, золоченая чуть раньше была создана, в последней четверти девятнадцатого века, черная рава в стиле модерна, тоже начало двадцатого века, и видите, насколько эти памятники не имеют ничего общего с тем багетом, который сегодня представляется, предлагается, простите, в багетном пустырский, то есть книга нескучна, рассказывает о равных различных аспектах, и смею надеяться, что эта книга послужит формированием нового поколения музейных посетителей, покажет детям то, чего возможно, не видят сегодня их родители музейных залах, научит виденную раму, научит культуру восприятия картинных храм, ну, и таким образом произойдет то, что, о чем я, как музейный специалист, всегда, за что я, простите, всегда радую, вот такая культура восприятия картинных храм, которая воспитывается и вообще культура восприятия произведений искусств, политиков, культуры, способствует сохранению культурного наследия страны. Спасибо, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Оксана Александровна, спасибо большое за ваше выступление, да, мы ждем вопросы от наших слушателей. Такой вопрос от меня, где можно почитать, купить вашу книгу «Знаменитые рамы»? Книга сегодня продается в различных музеях, в русском музее, в Эрмитаже, в Третьей Костой галереи, если кому-то это удовлетит, если кто-то живет в Москве, если кто-то находится удаленно, ее можно заказать на сайте издательства «Паулсон». Я знаю, что она появилась на сайте «Азон», на различных других сайтах, которые занимаются продажей книг. сегодня это уже не проблема ее купить, но кому где удобнее. Мария, я бы тоже хотела уточнить. Во-первых, хочу поздравить Оксану Александровну, которая тему многолетнего своего исследования, тему, которому она посвятила, наверное, жизни, я думаю, что это будут громкие слова, это действительно и так, очень красиво и очень ярко, интересно представила эту тему и защитила на прошлой неделе диссертацию «Воходями художеств», которая здесь же недалеко на Васильевском. с Оксану Александровну и от всех слушателей поздравляем вас, это большой, огромный труд, и мне бы хотелось еще отметить, что это не только презентация книги, это не только презентация труда, но это и многолетний опыт уже нашего сотрудничества, нашего НКО с вами как специалистом и профессионалом, умеющим работать с детьми, и если зрители бы, наши слушатели не возражали, то я готова показать одноминутный ролик из занятия, возможно, это будет интересно. Конечно, да. Нет возражений, да, тогда я попрошу экран освободить, и это вот с разрешения участников этого ролика, это не постановочный ролик, это просто идущие занятия, вырезанный с него кусочек, и с разрешения ребенка, родителей мы, я хочу показать, сейчас все, я вывела на экран, видно, да, коллег, видно, Мария, да, итак, двухминутный фрагмент, это фрагмент занятия, классный час с альфодиалогом, перед занятием Оксана Александровна, тема называлась «Как распознать шедевр?» ребята шестого класса город Хабаровск, не художественная школа, самая обычная, выходной день по субботам в рамках дополнительного образования. У меня еще вопрос такой возник, продолжая вопрос Лизы про мастерство, вот вы нам показали картину там, где она нарисована то ли на восходе солнца, то ли на закате, там, где море, корабли, то есть вы сказали, что с первого взгляда как каляка-маляка какая-то, но если присмотреться, то, соответственно, уже можно там уловить какие-то вот это, и, соответственно, вы сказали, что картина записана не за долгое время, потому что художник, он сам хотел оказаться во всем этом пространстве и, соответственно, передать там своей картине, и, то есть, вот я сделала для себя вывод, что, то есть, время, затраченное на картину, то есть, время не обязательно выдает шедевр, то есть, в основном, зависит все от мастерства, то есть, шедевральное, скажем так, произведение, оно не всегда зависит от времени, затраченного на его производство, скажем так, вот. Абсолютно точно, да, кто-то, кто-то может быстро работать, кто-то медленно, абсолютно в праве. Спасибо, спасибо, да, когда говорят, что детям искусство сложно, что это вообще такие темы, но, конечно, школа не имеет ни ресурсов, ни возможности заниматься этим уроком, для этого существует система дополнительного поторона. Спасибо. Спасибо большое за такое показательное видео о том, как проходят занятия. Я приглашаю ведущего специалиста научно-просветительской деятельности Государственного Русского музея Бульенову Ирину Викторовну. Ирина Викторовна, вы с нами, да, Ирина Викторовна по техническим причинам просила меня поставить запись ее выступления, но я хочу уточнить, возможно, Ирина Викторовна сейчас здесь. Скорее всего, Ирина Викторовна не смогла сегодня присутствовать, да, поэтому я включу запись доклада Ирины Викторовны о мастер-классе музейной профессии, профессии научный сотрудник, специалист по картинным рамам, о классах эстетического воспитания. я... У Ирины Викторовны проблемы, технические проблемы были, она предупреждала, что может... Да-да-да, поэтому у меня есть запись ее выступления. Скажите, видно запись экрана? Да. Все хорошо. Дорогие участники конференции, мы хотим вам представить свое сообщение по поводу занятия, которые мы проводили в 2017 году. Называется из цикла музейной профессии профессия научный сотрудник, специалист по картинным рамам. Это занятие было проведено 18 ноября 2017 года и мы хотим немножечко ввести вас в теорию, как это все происходит. Совместный проект методического отдела от монстры творчества и получения знаний в тьме профессии в художественном музее в доступной форме и в креативной знакомой. Проект предполагает углубление знаний в тьме взрослых, потому что с нами все время занимаются взрослые, которые посещают вместе с тьми класса и физического статуса. И вот они волнования расширить знания до музея профессии. Но было планировано циклом несколько и проведено с участием Оксаны Александровны Кусин, стартового научного сотрудника отдела исторического музейного оборудования и картинных оборудований. Надо сказать, что это занятие было действительно периодически продумано и практически вопрещено при полнейшем проповедствах Оксаны Александровны. Я, Ольга Натмин-Нутулинская, заведующая сектором эстетического воспитания и сотрудники, в частности, Ирина Викторовна Бургенова, ведущий специалист и научный сотрудник нашего сектора эстетического воспитания, были на вторых ролях. Мы шли за идеей Оксаны Александровны. И премьер, когда было выполнено, это медицин. Надо вам сказать, что родители были не менее активны и заинтересованы, чем дети. Дети, с которыми мы работали, это учащики третьего класса эстетического воспитания, которые ходили к нам участвовали, соответственно, соответственно, три года. Им было по 10-12 лет. Поэтому дети, которые уже обучились у нас, имели представление у людей, для них занятие картины трамвок, представлено было как дополнительная функция, опция, более расширяющая их знания и возможность практического участия. Еще раз от научного возраста, тем понятно, что дети имеют возможность самостоятельно выработать свои умения, уже имеют свою личную позицию и хорошо выполнять какие-то небольшие практические навыки. В частности, если необходимо было что-то вырезать, уложить, порисовать, это все уже у нас было хорошо заработано. в этом практическом не составляло трудностей в плане профессионального основного ответа. Итак, описание самого занятия состоит из вступительных занятий на экспозиции и практических занятий. Вступительные, которая проходила в стабильнике эстетического воспитания, где мы с вами находимся, около часа у нас детям, узнали о работе работников, а затем разговор перешел к картинам рамы. И ребята получили представление о том, что рамы являются произведением искусства, и что на них тоже можно отдельно уделить внимание им, и на них обратить свое новое профессиональное видение. для чего эти рамы создавались, как всегда ли они были соответственно выбору автора, какую роль играли в восприятии живописи и так далее. Разговор сопровождался, показан видеоматериалом. Видео дорожкой туда, в этой слайде, были представлены Оксаной Александровной, и мы их показали детям в соответствующем комментарии. После этого перешли на экспозицию. Было задействовано несколько залов, порядка десяти, и около двадцати произведений зимописи картинных рамок. Наверное, можно представить и произведение скульптуры картинных рамок, да, или графику, но таковых на нашей экспозиции в том музее не имеется, а акцент Оксана Александровна все-таки был сделан на самый известный богато украшенный или исторически ценный рамок. То есть, каждому она подобрала свой исторический комментарий. Соответственно, дети слушали и потом задавали вопросы. Занятие проходило в живой, очень динамичной обстановке, но с дисциплинарным правилом. Ничего трогать руками нельзя. Смотрели только с глазками, да, родители стояли на заднем плане, для того, чтобы можно было что-то увидеть издалека. А уже потрогать, произвести какие-то манипуляции собственными предметами, это уже было сделано в заключительной части, когда, после обхода на экспозицию музея, мы вернулись снова в кабинет эстетического питания. и еще около часа, вот такая заключительная часть, здесь у вас проведена, где дети получили практическое задание. В чем оно заключалось? Были подготовлены после презентации, в которой главный вопрос был задан, а как вам кажется, какие картины красивые смотрятся, те, которые в рамах, или которые без рамок. И оказывается, ребята сделали вывод, что в рамах картины красивые. Но потом все равно пришлось картины нивелировать их изображение, для того, чтобы акцент зрительский падал на сами рамы. И вот тут уже специалист по картинам Рамам, Оксана Александровна Лысенко, нам все подробно объяснили на экспозиции, еще раз обратила внимание детей, как лучше подбирать раму. Поэтому задание заключалось в том, что были распечатаны произведения искусства, картины мастеров и рамы. Были даны две-три рамы каждому произведению. Ребенок должен был подобрать и обосновать свой выбор, то есть защитить свой выбор. Параллельно такое же задание было дано родителям. Мы разделили на две возрастные группы. И родители тоже могли участвовать в этом задании. они выбирали самостоятельно. И не всегда выбор детей и выбор родителей совпадал. Это было действительно личностное участие. В результате мы сделали такую небольшую выставку, когда дети представили свои найденные произведения известных авторов с найденными ими для этих произведений рамами. Конечно, это тоже могло быть не авторским видением, а именно авторским, для детей. Но с этим обоснованием. Таким образом, мы получили теоретическую часть и практическую часть. Занятие настолько было востребовано, так понравилось, что родители написали благодарность и действительно были в этом искренне и рады такому содействию. планирование такого занятия у нас намечалось, но, как известно, пандемия нам все-таки помешала воплотить это в жизни. Еще хочу добавить, что все эти занятия, задания мы сверяли с путеводителем, так скажем, в кавычках по этим занятиям. это каталог Оксаны Александровны Лисенко, составленную картину «Одеть картинку» и видеодемонстрация, которая проецируется во всех музеях, которые входят в виртуальные филиалы русского музея. Во всяком случае в Казани, в Челябинске, в других городах существует виртуальный музей и там этот фильм демонстрируется для занятий с детьми. То есть, в таком же ключе проходят занятия и в других городах, но во всяком случае таксистской федерации. Поэтому, мы считаем, что занятие было сделано хорошо, достойно и мы вам представляем этот проект. Спасибо. Да, мы благодарим Ирину Викторовну за то, что даже, несмотря на то, что она не смогла присоединиться к нам сегодня, она прислала потрясающую, прекрасную запись своего доклада. Возможно, если у вас есть вопросы к Ирине Викторовне, возможно, вы можете написать их в чат, или Оксане Александровне, она их потом может передать. передать. Можно прокомментировать? Во-первых, это не Ирина Викторовна, к сожалению, вот у Ирины Викторовны, как я сказала, у нее технические проблемы, то есть у нее нет возможности вот этой вот записи, да, поэтому ее коллега сделала это сообщение, собственно, это Ольга Анатольевна Туминская сейчас у нас на экране. Да, но я хочу сказать, вот как раз сделать небольшое дополнение по вот этому, ну, такому, да, мастер-классу, если можно так выразиться, вот тому, что было показано в этом ролике, вот эта вот работа детей практическая, да, по подбору РАУ. Это, ну, вот, собственно, мне кажется, что это очень важно в работе с детьми и вообще что-то, да, всегда придумывать. То есть дети, они не могут как удержать внимание публики, да, детской. Все прекрасно здесь сегодня участники конференции понимают, насколько это сложно, да, и насколько всегда приходится искать какие-то пути, чтобы детям было постоянно интересно. И, с одной стороны, вот эта задача у меня стояла, когда, когда я готовилась к этому занятию, о котором сейчас шла речь. С другой стороны, мне было важно и интересно придумать что-то для детей, чтобы они попробовали это сделать сами. Поэтому я придумала вот это вот практическое задание для ребят. И, на самом деле, задание было такое, с моей стороны, коварное, потому что, с одной стороны, я взяла, мы взяли разрезы, я подобрала примеры такие классические, еще интересные примеры. Там были, кстати, очень сложные примеры, сочетания картин и рамы. Мы их разъединили с коллегами, которые помогали мне сделать материал для занятия. И, вот, интересный момент. Как уже было сказано, дети получили картины и рамы. Вот набор такой есть. Одну картину, две рамы, каждый ребенок получил. И он должен был выбрать, какая лучше. Ну, не должен, было предложено. Да. И родители получили такой же набор. Вот, потрясающе, что практически все дети справились с заданием. То есть, там, задание это было подобрать, да, на их вкус. Но это было не просто на их вкус, да, а это был результат моего рассказа, да, занятия на экспозиции. И задача была подобрать в соответствии с теми, вот, важными моментами, то есть, композиция, профиль рамы, цвет рамы и колорит живописного полота и так далее. И все дети абсолютно попали в десятку. Родители, вот, что самое интересное, которые присутствовали на том же занятии, а с заданием далеко не все родители справились. Вот это как раз, да, пример разницы детского и взрослого восприятия. Отсутствие совершенно, вот, да, каких-то шор таких стереотипного мышления у ребенка, который воспринимает информацию здесь и сейчас и уже готов тут же ею, да, вот, пользоваться. И взрослого, которому еще нужно, там, пройти какие-то, вот тут, да, к осознанию. Я, если хотите, если это интересно, я подготовила сейчас, могу показать сейчас бегло, совершенно замечательные работы этих деток, которые как раз участвовали в этом нашем опыте, с коллегами из кабинета эстетического воспитания. Детки получили занятие, задание, такое домашнее задание, у них так принято, да, давать домашнее задание, поэтому и я им дала домашнее задание, нарисовать или сделать, или вот как в любой технике выполнить картинную раму. И вот то, что у них получилось, вы сейчас видите на экране, это совершенно потрясающе. То есть дети, вот перед вами кадры, они учли цвет, да, рамы и ее обрамление, тему античная ваза и меандр, да, античный в раме. Совершенно замечательное решение, тут даже просто сама рама интереснее, чем центральное, да, изображение. Ну вот такая тоже рама, связанная с тематикой изображения, то есть тематическая связь. Вот здесь чуть попроще, но тоже цвет учен, учтен. Вот такое просто рама произведения искусства самостоятельное, да, было создано. Вот такое тоже очень интересное колористическое решение, это рама нарисованная, и это, кстати, принцип, принцип, который использовали и художники, в том числе постимпрессионисты. Вот такая рама текстильная, ну вот такая детская совсем работа, тематическая связь тоже замечательная, и вот такая превосходная совершенно рама, расписанная девочкой в соответствии с колоритом живописной композиции. Кстати, этим тоже занимались взрослые художники, в частности Василий Кандинский, и вот я считаю, что вот когда такой вот у нас получается выход из наших занятий, вот это самое замечательное. Спасибо. Да, спасибо, Анатолия Александровна. Я приглашаю доцента Воронежского государственного университета Ясманскую Наталью Евгеньевну с докладом «Психологические смыслы в читательских предпочтениях студентов», и попрошу подготовиться к выступлению Шевердяева Антона Владимировича. Наталья Евгеньевна. вы с нами сегодня? Наталья Евгеньевна почему-то у нас не отвечает, да? Возможно, она выступит позже. Антон Владимирович, возможно… Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всем ли хорошо слышно, видно? Да, вас прекрасно. Очень рад вас всех видеть. Мое выступление посвящено студенческому клубу, как уже такой устоявшейся форме музейной коммуникации между музейными сотрудниками и посетителями. Я попробую сейчас включить презентацию. Скажите, пожалуйста, будет ли вам ее видно? Да, видно, презентация видна. Сейчас я только попробую ее на полный… А, да, сейчас, все, ага. Видно ли, уважаемые коллеги? Да, все видно. Ага, отлично. Друзья, студенческий клуб, так получается, это уже такая устоявшаяся форма музейной коммуникации. Такие организации существуют в разных художественных и не только музеях, как в крупных городах, так и не очень. В Москве, насколько я знаю, такая форма взаимодействия между музейными сотрудниками и посетителями на платной основе осуществляется зачастую. А вот в нашем городе сложилась такая традиция заниматься со студентами бесплатно. Поэтому студенческий клуб русского музея, который я возглавляю уже на протяжении 16 лет, страшно сказать, это социокультурный, очень важный проект русского музея, который адресован студенческой молодежи. И вот я сегодня хотел бы вам рассказать об опыте этой работы. Назвал я свое выступление студенческий клуб в музее как образовательная среда от лекции до праздника. Лекция наиболее такая устоявшаяся форма донесения информации и интерпретирования информации, а праздник наиболее такая неформальная форма, которую мы тоже привлекаем и используем в нашей работе. Все вы прекрасно знаете, что существует студенческий клуб в государственном Эрмитаже, наши коллеги активно работают с молодежной аудиторией, и студенческий клуб там функционирует в рамках молодежного центра. Наш студенческий клуб работает в рамках деятельности сектора по работе с молодежной аудиторией, которую я возглавляю. Вот хотел вам рассказать о том, чем мы занимаемся. Мы, в отличие от наших эрмитажных коллег, определяем наш студенческий клуб не как совокупность образовательных программ, а как именно культурное сообщество молодежи, которое интересуется историей искусства, современными художественными тенденциями, музееведением и историей Санкт-Петербурга. Вот в этой формулировке отражена основная тематика, которую мы предлагаем в рамках деятельности нескольких секций студенческой молодежи нашего города. Наш клуб был основан в 2006 году, и на настоящий момент вот такое большое количество встреч было проведено. Самые разные форматы мы используем от лекций и посещения выставок и экспозиций русского музея до кинопоказов, мастер-классов, праздников и семинаров. своей целью мы называем объединение студенческой молодежи с целью приобщения ее к участию в музейной жизни, удовлетворение культурно-образовательных интересов, развитие творческого потенциала и коммуникативных компетенций, а также расширение музейной аудитории. Среди задач мы выделяем две основные. в более полном раскрытии его образовательного потенциала путем вовлечения в клуб и привлечения в музей широкой молодежной посетительской аудитории и реализация образовательных и социокультурных проектов, направленных на поддержку и развитие профилактической деятельности музея. Наш клуб могут посещать студенты всех форм обучения и дневники, и вечерники, и заочники, а также магистранты, конечно. И каждый год мы занимаемся примерно это где-то 200 человек, которые посещают секции нашего студенческого клуба, о которых я чуть позже скажу. Среди принципов нашей работы я бы хотел выделить четырех китов. это музейность, это регулярность занятий, это добровольность и это доверие. Среди основных секций, которые мы предлагаем студенческой аудитории, я хотел бы выделить четыре. Это масштабные программы, которые ежегодно предлагаются молодежной аудитории. Во-первых, это масштабная практическая программа, позволяющая составить последовательное и всестороннее представление о развитии русского искусства от древности до наших дней. это секции эпохи и мастера. не только блестательный специалист кандидат искусств ведения, Сергей Сергеевич, один из лучших специалистов в нашем городе по советскому искусству, ведет эти занятия. Когда проводится русским музеем какая-то важная выставка, которую мы должны обязательно посетить, мы, конечно, взаимодействуем с нашими уважаемыми коллегами, сотрудниками научных отделов, и они с удовольствием занимаются с нашими ребятами, в частности, вот здесь вы видите, как ведущий старший ведущий ведущий научный сотрудник русского музея Любовь Александровна Славова проводит занятия по выставке общества русских скульпторов в восемнадцатом году, если не ошибаюсь. То есть в рамках занятий студенческого клуба также осуществляется вот привлечение научных сотрудников русского музея для проведения клубных занятий, и это не только способствует вот такому глубокому погружению в тему ребят, но и способствует коммуникации, конечно, между музейными сотрудниками. Вторая секция русский музей владеет большим количеством прекрасных зданий и садов в центре города, поэтому вот это пространство предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей этих пространств, этих территорий, узнать о жизни дворцов, о жизни владельцев и проследить эволюцию архитектурных стилей. Конечно, мы не только посещаем все наши филиалы и замечательные сады, мы также говорим и о виртуальном пространстве, потому что он тоже присутствует в рамках и этой программы, и в русском музее тоже задействованы, поэтому виртуальный отдел русского музея мы тоже посещаем и ознакомимся с опытом работы наших уважаемых коллег. Не только реальное, но и виртуальное пространство рассматривается в рамках занятия этих секций. Русский музей владеет ярчайшей и показательной коллекцией искусств двадцатого века, не только отечественного, но и зарубежного, поэтому вот хочу обратить ваше внимание, что именно с этой секцией и начиналась жизнь нашего музея, ой, жизнь нашего клуба, извините, да, еще в 2006 году, когда я был один, только не было моих замечательных коллег, вот именно этой проблематикой я занимался со студенческой аудиторией. На занятиях этой секции искусства двадцатого, двадцать первого веков рассматривается во всем многообразии направлений имен и явлений этой занятия на экспозиции корпуса Бенуа, этой, конечно, музеи Людвига, в котором мы проводим большое количество тоже занятий. И вот в рамках как раз таки деятельности этой секции, хотя подобный подход применяется и на занятиях в других наших секциях, я бы хотел выделить мультиформатный подход, мы не адаптируем тему под форму, а выбираем форму для раскрытия темы. Классические формы часто соединяются с новыми, и вот здесь я вспомнил такую замечательную акцию, такую замечательную программу, которую мы провели осенью восемнадцатого года. Все забыли о том, что, значит, у Энди Орхола 90 лет было, а русский музей владеет двумя работами, этого важного художника второй половины двадцатого века, короля поп-арта, и вот такую разнообразную программу разноформатную мы придумали. это и занятия на экспозиции, это и лекции, освещающие разные аспекты творчества Ворхола и вообще других поп-артистов. Эта программа, да, имела большой успех, и завершилась она, во-первых, вот таким замечательным круглым столом Ворхол Fabulous. Ворхол любил себя так называть Fabulous, да, и говорил обо всем, что происходит вокруг. Fabulous, так он это характеризовал, все возможные процессы. Универсальность провокации игра. Ребята сами придумали и название, и модерировали эту встречу, и подготовили очень интересные доклады, поэтому у меня даже возникла такая идея, может быть, стоит даже выпустить в дальнейшем какой-то сборник тезисов хотя бы. Вот. И это еще не все. Круглый стол был продолжен замечательный Pop Art New Year Party. Мы каждый год придумаем определенную тему, связанную с какими-то юбилейными датами, с крупными выставками. Вот в этом году, когда мы встречали 22-й год, мы сделали футуристическую вечеринку, а вот, значит, в конце 18-го года, встречая 19-й, мы вот организовали такую Pop Art New Year Party. с костюмами, с интересными конкурсами, с музыкальными шарадами, которыми молодежь радует, ваш покорный слуга. В общем, вот такая была веселая программа осуществлена. Это вот один из примеров рассмотрения темы, темы, которая очень важна для Русского музея. Русский музей владеет потрясающим собранием американского, в частности, поп-арта, и вот именно мы так вот с разных сторон осветили эту тему, используя разные форматы и разные тематики. Также я бы хотел среди вот таких важных особенностей нашей деятельности, помимо привлечения научных сотрудников к работе в клубных секциях, помимо выхода на другие площадки, также рассказать о диалогах на выставках современного искусства, чаще всего работают два ведущих одновременно, вот я и мой коллега, здесь Александр Борисовский Басов, замечательный методист, тоже специалист по искусству 20 века. Мы часто спорим, иногда даже специально, как-то провоцируя публику на ответную реакцию, таким образом ребята легче включаются в обсуждение и свободно себя чувствуют. ну и конечно, вот я говорил о том, что мы зачастую выходим на другие площадки, если какая-то крупная выставка проходит в Манеже или в Эрмитаже, мы обязательно отправляемся, и с нами работают лучшие сотрудники, вот в частности, здесь вы видите очень известного молодого человека, это Николай Камягин, он долгое время возглавлял образовательный центр в Музее искусства Санкт-Петербурга, здесь он нам показывает выставку «Гротеск» в русском искусстве, а широким массом он известен как лидер группы «Шотприз». Вот таких интересных ребят я приглашаю на наши занятия, и, конечно, ребята сильно впечатляются подобными встречами. Ну и четвертая секция, которая у нас также функционирует, это секция новейшего искусства, на занятиях этой секции в центре внимания оказываются разнообразные актуальные художественные практики и культурный опыт авангарда XX века. Филипп Андреевич Костриц ведет эту секцию, заведует этой секции, он также занимается не только на наших экспозициях, выставках, но и выходит в городское пространство, в частности, вот здесь ребята занимаются на выставке актуальный рисунок в музее Бутхауп, а сначала подобное название было использовано для наименование выставки, которая прошла у нас в Мраморном дворце в 2014 году, поэтому вот все эти выходы, они так или иначе связаны с коллекцией русского музея, с выставочными проектами русского музея, поэтому вот один из главных принципов музейность, он у нас сохраняется в работе разных секций. Итоговые занятия в каждой секции проходят вот таким образом, ребята готовят выступления, причем это могут быть и аналитические доклады, искусствоведческие, это могут быть и создание видеороликов, и написание стихотворений, и так далее, вот занятия в секции 20-21 века, таким образом, завершилось, ребята подготовили эссе, посвященное произведениям из собрания музея Людвига в русском музее. Вот, извините, это я, что-то у меня тут, а, неполадка небольшая. Итоговые занятия в секции русском музее пространство история проходят в формате экскурсии, которые ребята тоже сами готовят, и рассказывают о зданиях, которые им полюбились. Вот Светлана, Светлана, она фанатка настоящая Михайловского замка, очень хочет работать в нем, поэтому вот здесь стоит перед Михайловским замком и рассказывает о нем. Русский музей владеет потрясающей коллекцией, мы можем даже вот такие тематики включать в нашу работу, это вот такие полихудорственные темы, касающиеся взаимодействия музыки, популярной музыки, и актуальных художественных процессов. Мы попробовали устроить вот такую большую программу и визуальная история популярной музыки второй половины двадцатого века, от пятидесятых годов, заканчивая рубежом двадцатого, двадцать первого веков, самые разнообразные направления рассматривали, это и лекции были, и выходы в мастерские, и на нашу экспозицию в музее Людвига, в общем, такая разношерстная программа вызвала большой интерес, и я хочу ее продолжить в дальнейшем, потому что у нас есть корпус работ новых художников, Мечков, которые плотно общались с разными музыкантами отечественными, у нас огромное количество выставок проходило, связанных с этой проблематикой, в частности, от выставки Антона Карбайна, замечательного фотографа, клипмейкера, по сути дела, создателя визуального образа группы Депешмот. И вот поэтому, поэтому, отталкиваясь от таких замечательных музейных проектов, выставочных, мы подобную проблематику тоже рассматриваем на наших занятиях. Большое количество ребят приходят даже на такие кинопоказы, кажется, все они могут посмотреть на Ютьюбе, скачать, не знаю, где сейчас скачут, на торрентах или купить DVD старые, но все равно не приходят, чтобы обсудить замечательные видеоработы, посмотреть фильмы и вот пообщаться друг с другом. Интересно, что эта тематика инспирировала их на предложение провести вот такие семинары, семинар «Проблема цитирования в современной культуре». Тот же Карабайн активно вдохновляется наследием нидерландской визуальной культуры, и вот, в частности, вот такие замечательные примеры приводились на этих встречах. С кинематографом тоже существует прямая связь изобразительного искусства, и, в частности, выставочная деятельность Русского музея освещает многие подобные моменты. Все вы помните прекрасную выставку Андрей Тарковский, художник пространства, тоже посетив нее, мы потом организовали вот такой замечательный семинар. ребята подготовили очень содержательные выступления произведения искусства в пространстве кинематографа. И, конечно, еще одна такая особенность важная это включение наших замечательных ребят в жизнь нашего музея. Они участвуют не только в клубных встречах, в клубных мероприятиях, но и выходят на такие большие площадки и участвуют в общемузейных мероприятиях, в частности, дискуссия об установке и снятии памятников. Она прошла в марте 2018 года, и наши девочки очень серьезно выступили, подошли к этому делу на высоком уровне. Ой-ой-ой. Вот. Конечно, наши ребята участвуют в волонтерских музейных программах. это и создание шатрат для фестиваля ВК-фест, это и участие в ночи музеев, в других мероприятиях, как в наших зданиях, так и в садах, в летнем саду, в частности. Это замечательный опыт, и сегодня открываются две выставки в замке Михайловском, и наши ребята опять помогают проводить церемонию открытия этих выставок. Вот. И заканчивая свое выступление, я бы хотел обратиться к замечательным результатам исследований, которые проводят уже в очередной раз наши коллеги из высшей школы экономики. В этом году опять такой опрос проводился, а я показываю вам результаты исследований девятнадцатого года. Валерий Эрстович Гордин, руководитель лаборатории экономики и культуры, проводил такое серьезное исследование, опрашивались студенты, которые посещают и Эрмитажный студенческий клуб и наш. И вот в результате причины участия были выделены в этой работе следующие. Активный поиск студенческой аудитории, новой информации и коммуникации со своими единомышленниками, заинтересованность студентов творческих вузов в повышении своего профессионального уровня на основе углубленного знакомства с музейными коллекциями, ориентация студентов в отличие от других категорий молодежи на обучающий формат взаимодействия с работниками музеев. Они видят в посещении музеев расширение своей практики обучения. Раз. И причины сохранения интереса к нашим занятиям. Разнообразие музейных продуктов, интерактивные занятия, творческие задания, встречи с учеными, я цитирую здесь, и тому подобные форматы работы. Через непосредственное общение работников музея с членами студенческого клуба лучше понимаются конкретные нужды широкой молодежной аудитории и формируются специализированные музейные продукты. И, ну, это тоже я сам себе не могу хвалить, это опять выдержка из этого текста. Высокий уровень проводимых мероприятий. Спасибо за комплименты, имеющие профессиональный или полупрофессиональный характер. Вот, уважаемые коллеги, о чем я хотел сегодня поведать. На протяжении уже последних пяти лет, или даже семи, да, семи, начиная с пятнадцатого года, мы наблюдаем настоящий бум. Нам не надо перед началом сезона в середине сентября рассылать письма по ВУЗам. Стабильно на открытие сезона приходит 150-170 человек. И мы собираемся вот в следующем сезоне предложить вниманию студентов порядка пяти-шести секций. В этом году функционировало четыре секции из-за того, что первое полугодие вот в таком полу-ковидном формате еще осуществлялось. Ну вот, мы с энтузиазом смотрим в будущее и надеюсь, что все будет хорошо. спасибо за внимание. Если есть время на какие-то вопросы ответить, я с удовольствием это сделаю. Антон Владимирович, спасибо большое за ваше действительно очень подробное и интересное выступление. уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, вы можете их задать сейчас. Либо я также напомню, что у нас есть чат, куда вы можете писать вопросы во время выступления и потом я могу в конце их озвучить докладчик. У меня есть вопрос, если позволите. Антон Владимирович, во-первых, спасибо большое за доклад. Совершенно блестящий, удивительно интересный. мы работаем в одном музее, я совершенно не знала, что у вас такое просто потрясающее потрясающий клуб, я потрясена до глубины души. Спасибо за то, что вы рассказали об этом. Вот тот кадр, который праздник, который был связан с Энди Уорхолом, просто даже напомню мне кадры известные праздников, которые проводились в Баухаусе, то есть это такой прекрасный уровень, потрясающий совершенно. У меня вопрос в этой связи. Скажите, пожалуйста, а аудитории, которая вот, которая к вам приходит, это, как правило, студенты, которые, ну, мыслят в дальнейшем в свою жизнь в музее, да, или в области искусствознания, или это, то есть, или это, и, как правило, да, это, допустим, студенты каких-то творческих вузов, либо это самая разная молодежная аудитория? Большое спасибо за ваш вопрос. Очень рад вас тоже видеть. В процентном соотношении, вот я бы сказал, 40% это наши будущие коллеги, скажем, искусствоведы, историки, культуры, культурологи, музееведы. 40% это творцы, дизайнеры, художники, и 20% это, скажем, физики, да, вот представители, будущие специалисты в области технических наук, естественно, научных и так далее, экономических, биологических даже, да. Вот. И, должен сказать, еще вот, вы сказали о, спросили по поводу будущих коллег, я хочу сказать, что за последние три года пять ребят из нашего клуба стали нашими с вами коллегами. О! Двое работают, да, то есть можно сказать, что физический клуб это кузня кадров. Две девушки работают в отделе, как раз таки, в котором я служу, в отделе экскурсионной лекционной работы, одна девушка работает у Марии Анатольевны Дмитренко, две, две, и одна у Марины Геннадьевны Красавитовой, да. Насколько мне известно, может кто-то еще где-то, но вот те, кто на виду, вот эти пять человек. Потрясающе. Спасибо большое. Спасибо. Буквально маленькая ремарка, тоже большое спасибо, да, я обязательно передам эту информацию, да, и возможность и просветиться, да, и быть в этом замечательном сообществе студентом Герцинского университета педагогического, обязательно. Большое спасибо. Мы с удовольствием, Герцин с удовольствием примет участие, конечно, очень интересно. Мария представляет у нас магистратуру Герцинского университета, магистрант кафедры ЮНЕСКО, да, а я преподаватель филологического университета. А мы, кстати, с вами, коллеги, поскольку я начинал свою преподавательскую деятельность как раз на факультете ИЗО в 2005 году, и в этом году вернулся в родные пенаты, так что мы с вами, коллеги, и в Герцине. Обязательно передадим студентам. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо, Антон Владимирович. Да, Наталья Евгеньевна, возможно, вы с нами предыдущего выступления. Так, да, скорее всего, нет. Да, Антон Владимирович, я вас попрошу тогда свернуть свою презентацию. Да. И я приглашаю ведущего специалиста отдела химико-биологических исследований Государственного русского музея Саватееву Елену Михайловну. Елена Михайловна, вы с нами, да, я вас вижу. С ее докладом «Как устроена картина изнутри». Елена Михайловна, я приглашаю вас тогда включить презентацию и попрошу подготовиться Мацкевич Юлию Юрьевну. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Так, пока экран не видно, видно только вас. Я включаю демонстрацию экрана. Вот она меня наполнила. Сейчас еще раз. Попробуйте, да, выйти и еще раз. Вот, как устроена картина. Странно почему. Ага, поделиться надо сказать, поделиться. Вот так. Видно, да? Вот, да, все видно отлично. Можете включить на большую. Хорошо, вы кого-нибудь видите, слушаете из живых. Я не могу так вот просто... И я буду с вами. Давайте секундочку, да. Кто будет со мной? Вы будете со мной. Хорошо. Все с вами. Трудно вещать в никуда. Не сложно. Да. Значит, у меня за плечами 10 лет преподавания в институте культуры и в университете просоюзов на кафедрах мировой культуры. И я стал темно с тем, что студенты, искусствоведы, ну, те, которые не занимались живописью сами, там, в художественных школах, они имеют очень приблизительное представление о том, как устроена картина изнутри, как назван мой доклад. Вот. К тому же мне приходилось читать лекции экскурсоводам, которые тоже оказываются... Для которых то, что я сейчас расскажу, тоже было новостью. И мне кажется, что это будет любопытно послушать всем, кто работает вот с детьми, со студентами, потому что это открывает как бы новые возможности восприятия живописи. Когда мы смотрим на... Так, начать показ. Когда мы смотрим на старинные картины, мы поражаемся, какие они светоносные, какие они яркие и глубокие цвета. И как этого достичь, кажется, это загадка. Вот загадка там синего вермира, синего цвета и так далее. Вот все эти светящиеся рюмеры, все эти фрукты, как это изображено? И мне хотелось бы сразу главное сказать, что старинные картины построены по такому принципу. Во-первых, используются всегда алисировочные пигменты, то есть прозрачные. Почему сейчас даже иконописцы стараются покупать натуральные пигменты на мире камуне и писатине? Потому что у них есть совершенно особые свойства. И далеко не все современные краски обладают этими свойствами. Значит, они прозрачные, они насыщенные цветом. Минеральные кристаллы, органические пигменты также. Есть окрашенные смолы, такие как драконовая кровь, лягунный вод, баканы. Баканы – это такое широкое понятие, включающее в себя органические краски, получаемые из экстрактов растений и даже используются насекомые. Например, вы слышали кроплаг – это корни красения марены. Корминка шиниль – это определенного вида насекомых используется для получения красителей, которые могут давать прозрачные слои. Второй кит, на котором стоит старинная живопись светоносная, это использование трехстадийного метода живописи, так называемого. Я в дальнейшем постараюсь быстро развернуть. Вообще лекция на два часа рассчитана, поэтому сжать это все очень сложно. Я постараюсь успеть что-то донести. Трехстадийный метод живописи, а также использование многочисленных лисировок, которых великое множество. Есть тонирующие, ретуширующие, моделирующие, мутные, втертый мазок и так далее. Сейчас мы это все немножечко разберем. Как выглядят старинные натуральные пигменты? Малахит, ультрамарин, окра, киноварь, азурит. Это все перетертые минералы, порошок. В зависимости от пигмента он по-разному перетирается и звучит в разном перетере. Например, киноварь надо перетереть очень тонко, чтобы она была яркая, а охру нельзя, например. Художники прошлого это все прекрасно знали. Мы опираемся на некоторые рукописные подлинники, в частности в течение начинения, которые очень все это подробно описал. Мы же в микроскоп видим пигменты вот таким вот образом. Я сейчас быстренько пролистаю, чтобы вы посмотрели. Мы их изучаем и в поляризационном микроскопе, и вот в обычном проходящем свете. Вот видите, какие они красивые. Даже киноварь. Это медный резинат. Это тоже используемый для лисеровок такой слой, окрашенный зеленый цвет. Это всего лишь яремидянка с каниколью варится и получается вот такой насыщенный цвет, которым даже в иконописи имитируют часто изумрудные цаты. Вот ультрамарин. Причем мы можем отличить, например, искусственный ультрамарин. Он мелкодисперсный и сферический частиц от натурального. Но это в лаборатории я имею ввиду. Вот яремидянка так выглядит. Это послойное строение живописи. Здесь смальта, здесь яремидянка. Вот смальта. Это кобальтовое стекло, которое тоже очень часто встречается в старинной живописи. Но вот это начиная века, наверное, с 18-го. Дело в том, что смальту, у нее удивительные свойства. Вообще-то это стекло. Поэтому, будучи нанесенным просто в масле, оно почти черное. Оно все пропускает, ничего не отражает. Но смальты писали часто небо, когда смешивались со свинцовыми белилами. А также, вот обратите внимание, смальту обнаружили, когда исследовали Данаю. После катастрофы, которая с ней случилась, в Эрмитаже были сделаны шлифы. И обнаружено, что при многоосновной живописи во все слои Рембрандт, и также потом выяснилось из школы Йорданса, добавляли эту акционную смальту. И получался эффект такой вот эвантирина. Вот в красочном слое, видите, поблескивает так. Во-вторых, при постозном письме, таком фактурном, прозрачность не терялась. Поскольку у смальты и у масла одинаковые в центре Ломбине. Вот так выглядят баканы, которые мне встретились в моей практике, про которые я говорила, которыми делаются прозрачные лессировки на поверхности картины. Тут и индиго используется, и вот тот же краплак, кашини, герлинская лазоя, тот же медный резинат и так далее. Также в краски входят связующие вещества, самые древние это водорастворимые, животный клей, камеди, то есть соки фруктовых растений, крахмал, мучной клей, там при росписи, например, саргофагов были обнаружены мучные клеи в связующих веществах. Потом появляется темпера где-то к XIII веку, а уже к XV появляются уже масляные связующие. Если картину в разрезе изучить, то она очень многослойная. Это обязательно проклейки, грунт может быть многослойный, по грунту обязательно тоже проклейка, потом много слоев прописок и лессировок. Почему художники используют трехстадийный метод живописи? Дело в том, да, вот еще про механическое смешение и, в общем, такое бывает смешение красок. Я пытаюсь донести, что если смешать три краски, то уже получается серое. Поэтому художники прошлого старались не смешивать краски, потому что получается укрывистый цвет, и он выглядит таким вот образом. Видите, он отражает цвет, но он не прозрачный, он не дает глубины. Также используется иногда пространственное смешение, которым пользуются импрессионисты. Когда поставлены рядом несколько цветов, будучи отдаленными от смотрящего, воспринимаются как новый цвет. Вот этот мантель, все вот эти картины, всем знакомые мозаики в том числе. Это все так называемое пространственное смешение. И вот мы подходим к тому самому 301 методу живописи, который предполагает наслаивание тонких прозрачных пленок одна на другую для получения нового цвета. Вот получить такие вот эффекты, намешав на палитре что-то невозможно. Такие яркие цвета, такие глубокие тени. И элисировки, как я уже говорила, бывают тонирующие, зажигающие цвет, моделирующие, придающие дополнительную форму, детуширующие, уточняющие форму. И очень интересное, так называемое, полисцирующие или мутные. Это всего лишь... Да, все элисировки содержат лак обязательно, кроме масляного срезающего. Полупрозрачные мутные элисировки дают очень много возможностей. Сейчас я про это расскажу. Тонирующие элисировки. Вот никогда вы на палитре не получите такой красный цвет. Только положи в киноварь, а сверху какую-то элисировку прозрачным лаком, например. Вот видите, насколько они интенсивные, сразу придают свечение. Также элисировки могут содержать вот эти все кристаллы, про которые я говорила. Поскольку там лак, то высыхает эта пленка, и они в ней как бы за... Ну как вот, как жук в янтаре, скажем так, да? Застывают. И это дает эффект одновременно и мутные среды, и оттенка. Вот эта элисировка, например, тонирующая с драпировки, которая имеет некоторые оттенки, то есть рефлексы цвета. Не просто какой-то коричневый тон, да? А мы же знаем, что живопись, она очень такая черная даже, может быть, с разных оттенков. Например, коровин, он... Черная всегда не брала какую-нибудь сажу газовую. Она, кстати, и трескается, художники многие не любят. Он составлял ее из ультрумарина, неаполитанской желтой или какой-нибудь там индийской желтой и краплака. То есть черная у него мог быть и теплого оттенка, и более синего, или красного и так далее. Вот, видите, мы можем увидеть вот эти все очень тонкие слои на тонких срезах. Это вот как раз элисировочные слои. А это картина Куинджи. Вот, смотрите. Вот это со светлого участка живопись. Краскин использовал прозрачные. Он занимался с художником Петрушевским, и он, и Рейпин, и Семирадский, и они экспериментировали с пигментами и пытались восстановить сломандскую технику живописи. И всегда делали такой коричневый подмолёт, а по нему уже прозрачными красками выстраивали картину. Вот сравните. Вот эта картина поддельная, тупо намешанная на палитре. А вот светящаяся картина, построенная вот под тросладельным методом живописи. Или вот сравните паркет, написанный в элисировочной технике, но и в технике близкой к Аляпу. Мутные элисировки – это особая песня, это очень интересно. Мы обнаружились на паркете Глассира Алымовой на платье. Для того, чтобы получить вот такую вот мутную элисировку, Левицкий добавлял в лак немножко воска и свинцово-белил. И что получается в результате? Можно имитировать даже эффекты перламутра, эффекты мутной среды, как в лунном камне, с внутренним свечением. И вот эти эффекты иеризации. То есть можно писать там чешуйные рыбы, какие-нибудь тоже металлические объекты и так далее. То есть этими элисировками, умело владея, можно добиться интересных эффектов. В перламутре ведь нет пигмента, там нет красочного вещества. Фактура его такова, что это много пластиночек полупрозрачных, которые наклонены под разными углами и равной толщиной. Из-за этого возникают все эти эффекты. И можно писать шелка и так далее. А также вот использовал Тициан, в частности, прием так называемый твердый мазок, когда он фактурный сажевый хост, втирал другой оттенок и получался тоже из этого куанты. Так, возвращаемся к нашим методам. Для того, чтобы несколько систематизировать все техники живописи, а надо сказать, что есть понятие техника и технология живописи. Техника — это материалы, чем выполнена картина, а технология — как они использованы. И от этого зависит результат, как вы понимаете. Вот Рыбников, он работал в Лисиковской галереи, реставратором. Он написал несколько интересных книг. В частности, он в одной из них систематизировал всю живопись по 5 категорий сел. Письмо по делам Гронтама или Фламандская техника живописи, еще по темным Гронтам — итальянская техника живописи. По оттененным Гронтам — это Рококо уже. Четвертая — это возврат к белым Гронтам — академическая техника. Ну и, собственно, а-ля Прима, когда все живописные задачи решаются, можно сказать, за один прием. А что это значит? Значит, рисунок, объем и колорит. Вот сейчас проиллюстрирую вам. В картинах, выполненных во фламандской технике живописи, называется иногда техника лавирования. Белила почти не используется, как в акварели. Белила — это тонкие слои, через которые просвечивает белый грунт. И только самые акценты, такие выпуклые детали могут быть тонированы белилами. И он предложил рыбников такую схему — картина в разрезе. Белый грунт — самое тонкое место на картине — это белила. И там, где окрашенный цвет, там многослойная достаточно живопись, которая должна этот белый грунт перекрыть. Если посмотреть на итальянские картины в косом свете, то мы даже увидим в галерее в Эрмитаже. Если пойдете, обратите внимание, картины, выполненные темперой в этой технике, они имеют такой в глубине как бы инкарнат и выступающие фрагменты, где насыщенный цвет. Потому что надо было многократно пройти по этому месту лессировками, чтобы он насыщился цветом. Понятно, да? Я не буду сейчас в подробности вдаваться, я вам просто покажу, как это делается. И для того, чтобы не смешивать на палитре пигменты, они же получаются серыми, если даже три смешать, да? Два, чтобы не гасить их. Придуман был гениальный метод. Наверное, эмпирически мне так получилось. Сень закладывается на стадии рисунка, а потом идет работа с колоритом. И постепенно, насыщая картину лессировками, мы обретаем этот насыщенный цвет. Вот у меня конченные работы сохранились на арта да Винчи, которые потом приобретут вот такое звучание. И незамутненные вот эти лессировки, они дадут нам вот это свечение. На этом снимке ремдиновском, который показывает нам, сколько белье на картине в частности, мы видим, что практически лицо белье не написано. Может там и присутствует, но это вот гипс, вот это белое, это гипс, которым грунтована доска. Неравномерное ручное нанесение. Вот неоконченная работа Метелянжева. Тоже сначала в повышенном тоне, как они говорят, импостирована в повышенном тоне, а потом каждая лессировка утемняет живопись. А их в норме было 6-8. И в переписке бюра расследует, что он своему заказчику пишет, картина ваша готова, у подмалевок как бы сделана, и я еще 6-8 раз пролессирую ее, и она будет завершена и 300 лет проживет без проблем. В дальнейшем они прописывали картину после гризального подмалевка коричневого или серых тонах, прорабатывали ее в так называемых мертвых тонах, в таком серо-голубом тоне. Все остальные участки, которые, видите, не коричневые. Зачем они это делали? Дело в том, что вся старинная живопись еще построена на принципе использования дополнительных цветов. Все мы знаем, что белый цвет можно разложить на радугу, но оказывается, для того чтобы и все слышали понятие дополнительные цвета, но не все понимают, что это такое. Оказывается, если взять лучик красного и зеленого цвета, то есть те, которые находятся на противоположных сторонах, у этого круга геотто, то мы на черном экране восстановим белый цвет. То есть не обязательно все цвета складывать, для того чтобы получить снова белый цвет. И это используется очень интересным образом в живописи. Это еще Чинина Чинини предлагал. Сейчас покажу, что излучение красное имеет большую длину волны, а зеленое и синее все меньше и меньше, и там у нас ультрафиолет уже. И поэтому он предлагал, вот Чинина Чинини написал такие замечательные книги об искусстве, где подробно описывает всякие техники живописи, как расписывать стекло, кожу, как грунтовать доску, гипс. В общем, много-много полезных советов. Он говорил, если вы хотите написать хорошее лицо, светящееся, возьмите брезальный подмалевок, сделайте зеленый-зеленый, вот такой яркой теравердо, это итальянская краска зеленая, яркая. А потом полупрозрачный, киновый рис с сенсионными белилами, прорабатывайте детали так, чтобы просвечивать зеленый подмалевок. Он уже становится, вот посмотрите, когда накладываются один на другой, он становится телесного оттенка, но он имеет большую глубину тона. И как это объяснить? Представляете, у нас белый грунт, зеленый подмалевок, полупрозрачный, киновый с сенсионными белилами. Падает белый свет. Вот я его схематично изображаю красно-зеленым. Красный отражается от киноваря к нам в глаз, зеленый через пустоты проходит до подмалевка, отражается, отфильтровывается снова через киноварь и тоже уходит на глаз. То есть белый свет, весь идет на отражение. Даже лучше, чем если бы это было, вот еще стадии письма, вот зеленый подмалевок, начинает с ним работать, и в итоге у нас выстраивается лицо. Вот что интересно. Даже когда мы хотим небо написать, в итальянце так вот и писали, по красным грунтам, в технике барокко, сициан, чтобы небо было более голубое, под него подходит дополнительный цвет. Почему? Вот нереально попалась такая вещь. Болюсный грунт, смальта, она видно, что она полупрозрачная, и через нее этот красный, он ее подсвечивает, он ее обогащает, он становится более голубым и ярким. Понимаете, да, что происходит? Интересно. Вот. А что происходит, когда литировками написано все лицо, как писал сициан? Смотрите, у нее там грязальный подмалевок, вот эти румяне цвет волос, это все было на лаке, все на литировках. Неудачливый реставратор помыл слишком сильным растворителем каким-то, и он ее бедняжку ободрал просто до грязали почти. Вот. Так выглядит, если положить линеечку рядом, поэтому, что это микроны, вот эти все литировки, микроны, и тем не менее, они дают оптические эффекты. Так, сейчас мы так пойдем. Косфуматая подробно еще раз. Елена Михайловна у нас к щелению подходит. Елена Михайловна, вы смотрите, это техника барокко, мне это столько всего показать, нереально просто. Но вы поняли, да, что задача в том, чтобы можно проиллюстрировать эти техники, и показать деньги, как это устроено все. Ну, вот, к сожалению, не уложится в 13 минут. Ну, кое-что, я думаю, вы все-таки… Да, спасибо огромное. Действительно, большая такая исследовательская работа. Возможно, есть вопросы у наших слушателей? Да, пожалуйста. Это в чате, да, надо посмотреть? В чате пока не пишут, да. Елена Михайловна, у меня есть вопрос, где, возможно, можно послушать как-то либо ваши выступления, ваши лекции, либо какие-то по этой теме, возможно, есть записи от русского музея. К сожалению, пока еще нет. То есть я читала на независимой платформе лекции, но музей меня почему-то не привлекает. Хотя у меня, конечно, наработки есть, которые были бы интересные, я думаю. Да, тема действительно очень… Очень необычная. Я говорю, что у меня… Заочник, я считала там подряд, там, несколько часов и так далее. То есть материала много очень интересного иллюстративного. И вот видите, тут все эти наши рабочие снимки тоже бывают очень интересные. Вот видите, как пишут по темному грунту. Сначала высветляют, а потом уже его раскрашивают, грубо говоря. Но детям это все можно объяснить. Вот даже вот личное письмо. Это письмо по теневому цинкерю. Техника высветления. Как бы техника барокко. Ну ладно. Можно сказать, да? Елена Михайловна, спасибо большое за интереснейший доклад, который немножко неожиданным руслом укладывается в тематику нашей конференции. Но это как раз такой вот потрясающий пример того, как можно рассказать о том, что такое, из чего состоит картина. И это, конечно, может сделать только специалисты. И дело в том, что я как музейный сотрудник представлю Елену Михайловну, работает, колоссальную работу делает для многих отделов Русского музея, занимаясь изучением памятников. Вот именно изучением вот этих составов. Поэтому, да, вам как никому другому можно и нужно об этом говорить. И мне кажется, что было бы потрясающе, может быть, устроить какой-то цикл для разных поколений. Да, вот такой продумать, может быть, о чем может быть совместно кто-то из присутствующих здесь об этом. И видно, когда белило использовано. Видите, когда лицо построено. Вот. И была своего цветолесировочка. То есть это то, чего мы никогда, да, то есть что знают только специалисты, очень узкие специалисты, да, что знают реставраторы, что знаете вы. А это вот такое очень важное. Вот процесс копирования, видите, это академическая техника, тоже грязали они сделали. Но они его даже на просвет не особо используют. Но Иванов и Азотский используют, потому что, ну, они профессионалы высокого класса. А вообще они это делали формально. Как бы вот делали. Вот, конечно, все отвесировано. Все идеально. Спасибо. А, да, вот еще покажу. Вот здесь вот тонкий, это вот шлифт с Ван Гога. Видно, что он прямо на картине вот так. Не послойно, да, а вот экспрессивно писал. Все, ну, тогда закрываю. Елена Михайловна, можно еще вопрос? Да, конечно. Меня слышно, да? Работает у меня звук? Да. Елена Михайловна, огромное спасибо вам за ваш потрясающий доклад. Ну, я, чтобы задать вопрос, нужно обладать такими знаниями, как вы, у меня их нет на эту тему. Но что мне сразу идея, идея какая пришла в голову, это, конечно, ваш материал. Я совершенно потрясена. Он великолепен для того, чтобы организовать, я не знаю, для школьников, так я работаю с детьми, и сейчас колоссальная проблема с мотивацией, собственно, с учебой, да, с познанием. Все думают там в лучшем случае о карьере, да, в том, чтобы углубиться в изучение чего-то серьезного, мотивированного. С этим проблема. Может быть, я не знаю, какой-то день межпредметных связей, потому что, посмотрите, я уже чего только тут не насчитала. Здесь и, ну, понятное искусствоведение, и понятная и живопись, и история, тут и география, тут и иностранные языки при желании, да, то есть какие мы науки можем вовлекать, и география можем, да, потом вот эти вот минералы все. Я прошу прощения, мне не хватает терминологии, конечно, все это называть. Но мне кажется, вот для школьников какие-то такие занятия, даже день знаний привести вот такой, не под лозунгами, да, а не знание сила, да, а вот что-то такое. Показать, как наши жизни, науки разные сплетаются и вот на таком великолепном, потрясающем материале. Тем более, что, конечно, у всех есть вопросы, когда мы приходим в музей, как они это делали, когда не было такого количества краски. Огромное вам спасибо. Мне кажется, надо прям как-то хочется, чтобы это в практику ввести, может быть. Я даже не так, но так-то с удовольствием это делаю. Потрясающе спасибо. Спасибо, Елена Михайловна, у нас еще есть прекрасные отзывы в чате. Вот так что, да, действительно впечатляющее выступление. И я приглашаю нашего следующего докладчика, Мацкевич Юлию Юрьевну, исполнительного директора фестиваля «Детские дни». Юлия Юрьевна, вы здесь с нами? Да, я здесь. Да, да. Здравствуйте, да. Юлия Юрьевна представит нам доклад «Внеаудиторное образование детей на каникулах. Опыт фестиваля «Детские дни» в Петербурге и Ленинградской области». Юлия Юрьевна, прошу вас тогда включить, если у вас есть презентацию, и прошу подготовиться Черняеву Татьяну Сергеевну. Так, видно ли мою презентацию? Да, все видно, отлично. Когда все утро не звонит телефон, и ты включаешь презентацию, включаешь микрофон, и тут же раздается звонок, это, конечно, знаково, но мы все к этому привыкли на удаленке. Дорогие друзья, очень рада встрече с вами, очень рада на возможности представить фестиваль, которому уже очень-очень много лет. В этом году он может отмечать свое совершеннолетие. Мы уже тут не первый юбилей празднуем, и десятилетие, и пятнадцатилетие. В этом году восемнадцатый раз фестиваль проводится. Так, я на весь экран распространю. Так, где тут наша штучка? Так, так лучше, да? Да, так. Фестиваль возник в 2005 году, как форма взаимодействия с аудиторией и форма удовлетворения образовательных запросов аудитории, это, конечно, укладывается в такую сферу наложения различных интересов образовательных, вместе с развивающими, вместе с эмоциональными, вместе с коммуникационными. Ну, то, о чем сегодня уже коллеги неоднократно говорили, и, может быть, ярче всего это прозвучало в выступлении Антона Шевердяева по поводу студенческого клуба. Я прямо сидела и конспектировала, мне было очень интересно, поскольку я еще занимаюсь проблематикой волонтерства в музее, являюсь куратором конкурса «Музейный волонтер» благотворительного фонда Потанина. Там тоже очень часто это молодежная аудитория, студенческая, и все эти формы так или иначе приводят в музей наших новых коллег. Волонтерство тоже, не только студенческий клуб. Так вот, конечно, фестиваль прежде всего удовлетворяет индивидуальные запросы, поскольку выходит в такое экспериментальное поле, и предлагает и музеям, и другим учреждениям культуры как бы совершить такой прыжок в неизвестность во многом, отказавшись от своих привычных форм общения с аудиторией. Ну, наверное, фраза про то, что в музей приходят за знание имени в первую очередь, уже может не считаться крамульной, и, мне кажется, многие коллеги тоже теперь уже устают от того, когда, стараясь очень сильно, принимая их в гостях в том или ином музее, принимающая сторона никак не может закончить какую-нибудь четырех, пятичасовую экскурсию, и ты понимаешь, что у тебя как у коровы в сказке «Крошечка-хаврушечка», информация в одно ухо входит, в другое выходит, и не оставляет никакого следа. Вот. Память наша работает под другим законам, связанным с тем, что информация воспринимается в связи с личным опытом и в связи с какими-то эмоциональными переживаниями. Мы с вами, как профессионалы, это прекрасно знаем. Поэтому музеи гораздо четче теперь разделяют посетителей не только по возрасту, но по интересам и по различным другим основаниям. Стремятся организовать то самое множество диалогов, которые классики музеологии назвали раз и навсегда миллионом диалогов, которые должны случиться в музее, и расширяют предложения различных форматов программ. Фестиваль в этом смысле благоприятная возможность. Опять же, рискнуть, а если ты и твои коллеги рискнули успешно, то та форма, которая воспринималась сначала с некоторой опаской и осторожностью, становится уже постоянным предложением музея. Что дети хотят делать в музеях? Здесь вот на этой веселой фотографии написано, да, хотелось бы что-то такое найти, что интересно рассмотреть, что интересно обсудить со своим другом или с мамой, или в компании подростков. Хотелось бы удивиться, хотелось бы узнать новое, и все это на таком позитивном эмоциональном фоне, когда все получают удовольствие и радость. Общение – это комфортно. Вот здесь я использовала такую заставку нашего сайта, который нарисовал замечательный художник Ефим Пономарев. И вот мы как-то стараемся выдерживать эту тональность такого равноправного разговора с ребенком. Изначально и все эти годы инициатором создания фестиваля был Центр развития музейного дела. Это некоммерческое партнерство. Центр развития музейного дела является же и автором концепции фестиваля. Каждый год она, ну, не то чтобы трансформируется кардинально, но мы находим какие-то новые решения для того, чтобы ни аудитории не было скучно, ни участникам фестиваля тоже не было скучно. Задачи фестиваля ориентированы на две аудитории, на самом деле. Не только на посетителей, на детей, подростков и семьи с детьми и подростками, но и не в меньшей степени на профессиональную аудиторию. То есть фестиваль воспринимается как способ повысить профессиональные компетенции и навыки музейных педагогов. Ну а теперь уже не только музейных педагогов, но и сотрудников библиотек, театрально-концертных организаций, некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры и искусства, родительских экскурсионных клубов. В общем, здесь таких ограничений, четких формальных по набору участников фестиваля, а он происходит на конкурсной основе, нет. Три главных характеристики фестиваля здесь выделены. Поскольку это семейная аудитория, то фестиваль акцент делает на времени каникул. Многие годы это были только осенние каникулы, но в 2022 году, видимо, поднакопив энергии, в годы пандемии мы рискнули и провели еще и весеннюю программу. И вот сейчас, буквально вчера, мы отправили информационное письмо о подготовке осенней программы, которая пройдет на осенних каникулах. Конкурсный отбор обеспечивает высокий профессиональный уровень программы фестиваля. Это действительно конкуренция, порой такая довольно жесткая. Музеев у нас много. Как я уже сказала, фестивали могут принимать участие. Ну что, не посмотрели? Да. Не послушали меня, нет? Нужно, наверное... Все в порядке. Выключить микрофончик, лишний, нечаянно включившийся. Да. Музеев много. За 18 лет фестивали приняли участие только в основной программе, когда создается полноценный путеводитель, отрисованный профессионалами и подготовленный целой командой специалистов по музейной экспозиции, более 70 музейных площадок. А в параллельной программе фестиваля, мы уже даже перестали считать, но явно более сотни организаций приняло и принимает участие. И конкурс у нас на участие в основной программе, в программе маршрутов, давно уже превышает три музея на место. Порой экспертному совету сложно сделать выбор. Музеи разные. Огромный Эрмитаж и крошечный музей Зущенко, двухкомнатная квартира. Тем не менее, каждый из них Эрмитаж и музей Зущенко находят каждый год в рамках общей темы фестиваля новые повороты. Это совершенно разные маршруты. То есть ребенок, по идее, если он будет даже год за годом ходить в свой любимый музей, есть, например, фанаты Центрального музея железнодорожного транспорта на Садовой, целый ряд детей, музей почеловедения на Стрелке Васильевского острова, то им всегда будет интересно. Это всегда будет какое-то новое приключение в музее. И мы ориентируем методологически наших коллег в музеях на то, чтобы был такой прямой диалог с ребенком, хотя этот прямой диалог опосредован, конечно, в случае музейных маршрутов, формой путеводителя. Путеводитель, такое подспорье, указка для глаз, это такая заботливая поддержка семьи в музее. Музейного сотрудника рядом нет, но он позаботился о том, чтобы семья чувствовала себя уверенно в музее, чтобы ей было интересно, чтобы какой-то сюжет сопровождал ее путешествия по музею, чтобы к каждому экспонату, который в путеводителе упоминается, было задание ориентированное на самостоятельное исследование, на привлечение личного опыта ребенка. То есть это личностно ориентированный подход в работе с детьми. Ну, так сказать, цифры допандемические приходится сейчас забыть, вот, хотя они у нас стабильно вышли уже в десятые годы на 40 тысяч посещений за примерно две недели фестиваль. Ну вот, весенняя программа, она была такой одночасной, там была только параллельная программа, не было музейных маршрутов, но зато с 2021 года фестиваль «Детские дни», он еще недавно назывался «Детские дни в Петербурге», перешагнул границу, собственно, нашего мегаполиса и стал фестивалем в Петербурге и Ленинградской области. И поскольку это была параллельная программа, то есть люди должны были записываться заранее, и группы были ограничены по количеству тех детей и взрослых, которые могли в них участвовать, то вот все-таки, я считаю, большим успехом, что 86% наполняемости этих групп мы в итоге констатировали. Ну, сейчас будем готовить еще и музейные маршруты, и вот как раз мы прикидывали те цифры, на которые хотели бы выйти осенью, я сейчас три раза сплю, ну, конечно, через левое кричо, но надеюсь, что за 20 тысяч посетителей мы перешагнем при том, что будут еще и музейные маршруты, на которые не нужно записываться. Ой, не было бы только новой волны каких-нибудь там дурацких инфекций. Так. Есть категоризация по возрасту. Она как бы для посетителей озвучивается. Музейные педагоги очень пристально имеют в виду конкретные особенности той или иной возрастной категории психолого-педагогические особенности. Но, как мы увидели на практике, родители и дети принимают самостоятельное решение, которое складывается далеко не только из рекомендаций наших. Иногда это новая музейная площадка. Иногда это любимый музей. Иногда это та тема, которая ребенка вдруг взволновала. Весь город, как только музей Фаберже принял участие и подготовил музейный маршрут для подростков, открыл для себя наличие музея Фаберже, который уже десятилетия, как минимум, к тому времени работал. Туда рванули просто все родители с младшими школьниками, с дошкольниками, хотя, в общем, тема маршрута была довольно взрослой. И мы перестали очень сильно переживать на эту тему. Мы предлагаем формировать свою собственную индивидуальную траекторию на фестивале в зависимости от того, как складывается вообще жизнь семьи на каникулах, каковы планы. И, конечно, мы видим, что наша аудитория отличается некоторой спецификой. Это, конечно же, даже вот те 40 тысяч посещений, это какая-то тончайшая пленочка. Учитывая, что у нас примерно целевая аудитория, как-то я прикидывала, если брать детей, действительно, от старшего дошкольного возраста до конца школы, ну, порядка 700 тысяч человек потенциально, только дети. Понятно, что, ну, возможный охват наш гораздо больше, и вот, наверное, мое выступление тоже какой-то вклад внесет в продвижение фестиваля. Есть целый ряд методических подходов, здесь только некоторые из них перечислены, да, у нас есть общий визуальный стиль, у нас есть игровой герой, это лев по наружку, по наружку его фамилия подчеркивает такой нарочитую, нарочитый игровой характер ситуации, даже и для подростков, вот, есть мостики отсылки от одной организации к другой, есть у нас или общая карта игры путешествия, или теперь это диплом участника фестиваля, на которой в каждом музее ставится штампик, мы пытались как-то уже отказаться от этого, но оказалось, в общем, это было несложно предположить, что детям очень нужно иметь в руках какое-то материальное свидетельство их достижений, да, ну, мало того, что для них это лично нужно, еще и школа всячески подогревает, вот, фиксацию любых каких-то движений в образовательном пространстве, и поэтому такой диплом у многих ложится в портфолио школьника, и, в общем, после каникул ему есть о чем рассказать, но для того, чтобы эта программа была такая слаженная, мы готовим ее не меньше девяти месяцев, в более сжатые сроки это сделать непросто, потому что, во-первых, процедуры конкурсного отбора в два блока программы, в основной их параллельную, затем корректировка замысла по рекомендациям экспертов, выездные образовательно-проектные семинары, в разные года получается по-разному, по разным причинам, в том числе в связи с какими-нибудь сложностями финансирования, иногда приходится этот цикл укорачивать или переводить в онлайн, но, как показывает практика, конечно, групповая работа все-таки очная, когда в одной группе коллеги очень щедро делятся своими идеями, доверительно высказывают какие-то замечания и предложения друг другу, ни о какой конкуренции, речи давно уже нет в музейном сообществе, в рамках фестиваля, такой конкуренции, когда уже идет работа над программами. В конкурсе она есть, но это не значит, что каждый замкнулся и как золотое яйцо в своей голове несет вот свою какую-то идею педагогическую. У нас есть сайт, он полезен, действительно, не только для аудитории, но и для профессионалов. Вот, если вы посмотрите, здесь есть кнопочка «О нас», пусть очень мелко, да, под зеленой плашкой, что такое детские дни. Если вы нажмете на кнопочку «О нас», там выпадет еще череда кнопочек, и там есть архив маршрутных листов. На сайте фестиваля выложены маршрутные листы, начиная с 2011 года. Ну, просто мы как-то стали этим заниматься и переводить их в электронный вид именно в 2011 году, и новый сайт у нас тогда появился. Так-то, вообще-то, конечно, их создано было гораздо больше. Таким образом, порядка 200 маршрутных листов для разных возрастных групп выложены в открытом доступе. Можно посмотреть, как музеи разворачивают свою тему для разной аудитории, как они выстраивают диалог, как они придумывают сюжет, какого рода задания они предлагают на разным возрастам, какова инфраструктура маршрутного листа, она тоже определенная, там есть графические обозначения, есть обязательно элементы навигации, присутствуют обязательно приветствия и прочее, прочее. Мостики я уже поварила. Ну и, наконец, фестиваль является модельным для многих городов и даже стран. Здесь я не упомянула уже Москву, там по нашей модели, все они по нашей модели, но с некоторой модернизацией, мы активно делимся опытом и только рады такому масштабированию нашего проекта. В Москве был фестиваль «Семейное путешествие», может быть, вы слышали, в Хельсинки фестиваль «Культура фест», а это вот действующие фестивали, они все состоялись даже в 2021 году, что-то онлайн, что-то очно, это, как вы видите, от Калининграда до Владивостока такая география, и вот здесь у меня на слайдах их разные такие визуальные представления в сети. У каждого свое лицо, у каждого своя команда энтузиастов, у каждого огромное сообщество музейных педагогов вносит свой вклад в программу, и, конечно, есть почитатели, число которых растет среди семей этих городов. Но я должна сказать еще, что, конечно, у фестиваля нашего есть большой потенциал и в сфере образовательного туризма, вот до чего совершенно не доходят руки, начать его продвигать как продукт туристический. И у меня всегда, ну, хотя нас включает, конечно, комитет по культуре, там в топ-событий мы в прошлом году вошли в десятку событий культурных Петербурга и всегда включает вот ту книжечку, которая печатается на год вперед. Ну, очевидно, то ли книжечку эту мало кто читает, но вообще туроператорам нужно более заблаговременное планирование, я понимаю. Вот с этим нам нужно работать, и если здесь вы подадите какие-то свои предложения, советы, и кто-то сможет навести на нас консультанты из сферы туристических услуг, то я была бы признательна. Спасибо большое вам за внимание, готова ответить на вопросы, если они есть. Да, Юлия Юрьевна, спасибо, действительно, потрясающий проект, очень интересное выступление. У нас есть вопрос в чате. Юлия Юрьевна, что вы планируете предложить детям до 4-х лет в рамках фестиваля, скорее всего? Вы знаете, у нас был опыт двухлетний такой, был спецпроект фестиваля «Ноль плюс», и взялись его делать коллеги из Музея Римского Корсакова. Там есть, ну не могу сказать, что на базе музея, но, скажем, персонально сотрудниками Музея Римского Корсакова, молодыми такими специалистами в области музыки, кандидатами наук, не знаю, как называются эти науки музыкальные, созданы НКО Арт Паркинг, Центра Арт Паркинг, и он занимается и современной музыкой, актуальной, и просвещением широкой публики, в том числе детской. И были такие творческие занятия в музеях. В этом году, думаю, что ничего не планируем, и музеи нам не предлагают. Это большая лакуна вообще, совершенно музеями как-то невидимая. Мне кажется, я понимаю, в чем тут дело, в том, что все-таки музеи не понимают, что делать с этими детьми, кроме как образовывать и наполнять знаниями. Ну, вот не может музейный сотрудник себе позволить привезти ребенка в музей, дать просто комфортное пространство и как, не знаю, в Киасме, в Хельсинки предложить там малышам, ползункам шлепать ладошками покраски к удовольствию их мам. В общем, здесь нужно искать какие-то формы, и мне кажется, что эти формы стоит поискать нам в сотрудничестве с малышовыми театрами частными, которые хорошо уже понимают, как организовывать взаимодействие с этой публикой, как организовывать уютные, комфортные, доступные пространства для этой аудитории. Это наше будущее, короче говоря, фестивальное. Ответила ли я на вопрос? Не знаю. Ну, вот поделилась проблемой. Мария, маленькую ремарку еще хотела бы. Уважаемая Юлия, огромное спасибо, что вы нашли время, возможность к нам присоединиться, имела радость чуть-чуть побывать в вашей команде. Спасибо вам за экспертизу. Очень хорошее дело. Понимаете? И это очень близко то, чем мы занимаемся. Это как раз развитие мотивации, и это не ожидание, кто к нам придет, а это подготовка среды, в которую хочется прийти. И написание вот таких программ, и уже лузовский преподаватель могу сказать о том, что это можно делать уже таким, знаете, развитием профессиональной компетенции и музейных сотрудников, как написание специальных программ. То есть, по идее, можно делать специальный курс дополнительного образования по написанию программ, да, для посетителей разных музеев, аудиторий. то есть, это может быть уже стать предметом повышения квалификации, потому что без разработки таких программ, а вы занимаетесь этим столько лет, то есть, вы опередили время, опередили, я глубоко убеждена в этом, да, то готовы вместе создавать курсы, приглашать коллег на повышение квалификации. Почему нет? Вы знаете, я хотела перед своим выступлением уточнить дату, когда же вышла книжка Любовь Максимовны Ванюшкиной, название которой как раз вне аудиторное образование, 2003 год. Вот, вот, вот. Сколько лет прошло? 20 лет прошло, а все равно некоторые музеи, ну, слава Богу, это реже в Петербурге, чаще в регионах, ладно, музеи, школы, нужно убеждать, что музей это такая почти самая активная точка аудиторного образования, да, и вот эта школа центристская модель, она какая-то просто железная, вот, надо ее разбивать какими-нибудь мирными способами. потому что само образование, оно должно и реализовываться в пространстве культуры, вот, а не только за школьный парт. Совершенно верно. Пока обучение. Большое за отклик. Спасибо вам. Буду рада сотрудничеству. Да именно. Открытое совершенно такое общество и рады всем. А что касается вот организации туристических, да, для нас, например, для центра, который делает образовательные программы для детей, для нас это тоже очень важно, к нам приезжают, вот сейчас подряд буквально были и Владивосток, и Якутия, и Рыбинск, Ярославская область, для нас, безусловно, важно, да, иметь такой календарь, куда мы могли бы ребятам рекомендовать, и вот так, что вот здесь такое, мне кажется, партнерство тоже можно было развивать. С удовольствием, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Да, коллеги, возможно, есть еще вопросы к Юлии Юрьевне. Да, напоминаю, что можно также писать их в чате. Спасибо большое за действительно очень интересное выступление, и я приглашаю нашего следующего участника, Черняеву Татьяну Сергеевну, председателя Российской ассоциации реставраторов, с докладом о детском проекте «Маленький реставратор» об интеграции реставрационных институций с просветительскими целями. Татьяна Сергеевна, я вижу, да, вы с нами. Пожалуйста, если у вас есть презентация, прошу тогда включить демонстрацию нам экрана, и я также приглашаю подготовиться к поступлению Пусины Ольгу Викторовну. Добрый день. Сейчас я постараюсь все наладить. Так, скажите мне, пожалуйста, все ли видно? Да, все отлично видно. И пошло, да? Да, да. Все, отлично. У меня получилось такое сложное название, но на самом деле все не так сложно, а очень даже интересно. Мне очень приятно, в первую очередь, хотела сказать, что мне очень приятно выступать после Юлии, потому что этот проект, фестиваль «Детские дни», это тот проект, в котором выросли лично мои дети. Вот, они уже большие, они уже выпускники. Вот, я тут недавно пела у них на последнем звонке и сорвала голос, поэтому я немножко хреблю. Вот, простите, пожалуйста. А с ним большой, мы с вами партнеры, да, уже лет. Да, да, ваша организация партнер фестиваля, мне очень приятно тоже. Спасибо. Вот, и мы, конечно, с детьми, первые вот наши походы и в музей Ахматова, и в музей Достоевского, то есть такие сложные достаточно для детей, да, институции. Вот, музей музыки, это были как раз таки благодаря фестивали, музей Фаберже, это были как раз таки вот наши походы благодаря фестивалю «Детские дни», и дети, конечно, прониклись и полюбили именно благодаря вот этому подходу эти музеи. После этого они уже много-много раз были и со школой, и с классами, но именно вспоминают вот те наши походы с этими карточками, которые они там разгадывали, вот, бегали по всему музею. Вот, поэтому огромное спасибо. Может быть, может быть, отчасти и этот проект вдохновил нас на вот этот проект «Маленький реставратор». Вот, ну, а я сегодня вам расскажу, поделюсь опытом реализации культурно-познавательного проекта для детей «Маленький реставратор», который реализует Российская ассоциация реставраторов при поддержке Центра мультимедиа Русского музея. Вот, это проект об искусстве, культуре и городе для детей. И его участниками являются дети семи-двенадцати лет, а еще он о культурном наследии и людях, которые участвуют в его сохранении. ведущими нашего проекта являются архитекторы, реставраторы и люди, так или иначе, связанные с сохранением объектов культурного наследия. И наша основная задача показать детям, что они живут в самом прекрасном городе на свете, пробудить в них желание интересоваться его архитектурой, культурой, воспитать интерес и бережное отношение к его наследию. Занятия, вот наш проект, да, состоит из цикла занятий. Это восемь занятий, которые проходят раз в неделю, одно за другим, они все взаимосвязаны, одно, главное, перетекает в другое. На занятиях мы говорим о том, что такое объекты культурного наследия, зачем их сохранять, как это происходит. Участвуем в различных мастер-классах по реставрации, например, по золоте, скульптуры, живописи, в реставрационных мастерских, ребята видят, как работают реставраторы, сами пробуют что-то поделать, участвуют, например, в профилактическом уходе за скульптурой. И в процессе таких занятий ребята не только узнают много нового об истории, архитекторах, реставраторах, но они видят и осознают на собственном опыте, какой труд вкладывают реставраторы, какой этот труд восстанавливать разрушенный памятник, реставрировать утраты и повреждения. А когда это осознаешь, то стараешься бережно и уважительно относиться к наследию, которое нас окружает. Кроме того, погружаясь во всю эту историю и знакомясь с удивительно интересными людьми, ребята по-другому начинают относиться к городу, в котором живут. И он становится для них близким, родным, и вот именно поэтому мы назвали наш проект, обычно с этого начинаю, мы назвали маленький реставратор, не юный, как юный архитектор, юный художник, а именно маленький реставратор. Здесь как раз запечатана отсылка к маленькому принцу, и вот как маленький принц заботился о своей роде, и потому она стала для него единственной, самой любимой, так и мы хотим, чтобы маленькие реставраторы, заботились о памятниках, об объектах, которые на наследие Санкт-Петербурга, проникались вот такой вот любовью к своему городу, чувствовали свою сопричастность ему, вот понимали, какой он особенный, какой он красивый. И то, что касалось нам очевидным в самом начале, оказалось абсолютно неочевидным, когда мы начали проводить эти занятия. Конечно же, мы считали, что те дети, которые придут к нам на занятия, они и так считают наш город очень красивым, да, и гордятся тем, что они в нем живут, вот они же петербуржцы, но оказалось все совершенно не так, и на первом занятии, когда мы спросили, а правда, что мы живем в самом красивом городе, многие дети сказали, нет, потому что Москва столица нашей родины, а кто-то говорил Пекин, а кто-то говорил, называл еще другие города, и вот поэтому мы поняли, что все-таки с детьми о городе нужно говорить, нужно показывать им очень это все в доступной, интересной форме, и чтобы дети, конечно, проникались вот этим вот каким-то необыкновенным отношением к своему городу, то есть они все-таки чувствовали вот эту вот сопричастность. И вот я уже сказала, что у нас в проекте состоит из восьми занятий, но этим все не заканчивается, потому что, когда мы закончили наш первый курс, дети сами подали нам идею, что необходимо его продолжить, они спросили, что же будет дальше, и тогда мы придумали второй курс, и еще для, наш курс, как я уже сказала, рассчитан на детей семь, ну, на первый курс приходят где-то дети семи-десяти лет, вот, а хотелось еще участвовать детям, которым уже тринадцать, четырнадцать лет, и для них была у нас такая разработана специальная, я бы сказала, профориентационная программа для подростков сохраним со знаком вопроса, вот, где ребята уже непосредственно ознакомились с различными направлениями профессии реставратора, потому что им это было интересно, потому что они определялись уже, куда они пойдут дальше, вот, и хотели что-то для себя выбрать. Конечно же, те детишки, которые участвуют в нашем проекте маленькие, семи-восьми-девяти лет, они еще, многие не знают, кем они хотят быть, и у нас не стоит, на самом деле, такая задача воспитать из них всех реставраторов, скорее, это, наоборот, способ, этот проект, это способ рассказать детям о городе, его истории, об архитекторах, в такой вот форме, через знакомство с профессией реставратора, вот, то есть мы все делаем через вот эту профессию, и наши занятия, как я уже сказала, ведут архитекторы, если мы приезжаем в царское село, то у нас занятие ведет харизматичная Маша Рядова, которая зажигает сразу детей вот этой вот любовью к паркам, к архитектуре, и побуждает их тоже интересоваться и дальше вот этими всеми вопросами. помимо самого курса, мы, ребят, еще привлекаем к таким мероприятиям, которые стали у нас уже регулярными с года в год, вот так вот регулярно в день защиты детей, мы обязательно моем городскую скульптуру, в течение нескольких лет это были вот эти вот прекрасные львы, которых сделал скульптор Воронихин, вот, и они находятся в микрополе мастеров искусств, и три года подряд мы их мыли, и реставраторы сказали, что львы сейчас в прекрасном состоянии находятся, и в этом году мы мыли уже другую скульптуру, скульптуру мать и дитя, вот, в другом немножко месте, вот, нужно сказать, что это очень вдохновляет этот процесс, очень вдохновляет детей, когда они видят, что они как взрослые непосредственно могут уже чему-то помочь и что-то сделать для города, и вообще вся вот эта вот тематика сохранения бережного отношения, она детям очень ложится на их вот это вот еще чистое такое сердечко, вот, потому что, например, у нас даже на первом занятии были такие случаи, когда девочка говорила, теперь я знаю, на что я буду копить деньги, я буду хранить деньги на сохранение, на реставрацию скульптуры Санкт-Петербурга, вот, и дети, они, в принципе, очень непосредственные, им приходят иногда такие идеи, которые не приходят взрослым, например, когда мы рассказываем на нашем занятии пропущенном по городу в сквере четырех архитекторов, наш ведущий Виталий рассказывает о том, почему нельзя кидать монетки в фонтаны, ребята очень быстро у нас отреагировали и сказали, что, в принципе, зачем их туда кидать, когда можно поставить рядом копилку, да, соорудить специальную, загадывать желание и кидать денежку в эту копилку, а потом деньги из этой копилки расходовать на сохранение памятников Санкт-Петербурга, тематика очень заходит детям, вот это, также мы ходим, приглашаем ребят периодически, да, вот, между каким, то есть, как сказала одна мама, вот, вчера написала в отзывах от нашем проекте, она написала, что вы попадаете в тайное сообщество и вас будут приглашать в дальнейшем в разные интересные места, вот мы стараемся с детьми не расставаться и приглашать их в какие-то, конечно, интересные места, на какие-то экскурсии, это не очень часто происходит, но периодически, вот, поэтому мы ходили вот так вот и в реставрационные мастерские Эрмитажи во время пандемии, старались тоже детей сильно не отпускать и какие-то проводить для них мастер-классы, какие-то творческие конкурсы, очень сильно были расстроены тем, что нету каких-то мультиков, каких-то фильмов именно для детей вот таких вот семи-десяти лет, да, рассказывающих в доступной форме в игровой, может быть, детям и об архитектуре, и об архитекторах Санкт-Петербурга. Я находила на телеканале «Культура» какие-то прекрасные фильмы, но они, конечно же, более для взрослых, на более взрослых людей рассчитаны. Вот. И это, конечно, тоже подвигло нас. Когда-то мы об этом сказали на каком-то мероприятии, на которое нас позвал ИОП, проходило мероприятие «Друзей Петербурга», мы об этом сказали, и нас услышали, и вот недавно «Газпром» вместе с Центром мультимедиа русского музея, с участием наших маленьких реставраторов, выпустил такой цикл фильмов, которые рассказывают детям о профессии реставратора. Называется оно «Звездное путешествие в реставрацию». Вот. Это не совсем, может быть, то, что мы, как мы себе это видели, но это тоже очень полезное и такое вот для нас важное событие. Вот. Стараемся на всех крупных мероприятиях в сфере сохранения объектов культурного наследия проводить мастер-классы для детей проекта «Маленький реставратор». Вот. Туда могут прийти все желающие. Обычно приходит очень много народу. Мы привлекаем наших ведущих для проведения вот этих вот мастер-классов. Это вот «Унифоны», «Город профессий» и «Санкт-Петербургский культурный форум». Когда он был последний раз, у нас было там очень большое мероприятие на площадке библиотеки братьев Стругацких, на выставке «Бенкмале» прошлой осенью. Ну, а вот расскажу о последних наших мероприятиях. Мы получили грант, причем от Российской Реставраторов первый раз в жизни мы получили какой-то грант. Нам было очень легко его написать, потому что мы знали все вот эти вот сложные моменты, которые обычно сложно заполнить, социальную значимость, аудиторию, все такое. Вот, поэтому в данном случае у нас уже был опыт, мы знали о результатах, и поэтому нам не составило сложности написать на грант на разработку как раз таки апробацию третьей ступени «Маленький реставратор» и на печать тетради у нас на первом курсе для детей, чтобы они закрепляли пройденный материал, не забывали. Вот, были такие тетрадочки, можно сказать, они самодельные, мы делали всякие распечатки, они делали занятия, туда вклеивали, а сейчас мы вот по итогам этого гранта выпустили такую вот рабочую тетрадь, которую мы будем детям на первом курсе выдавать, где они будут делать домашние задания. Сегодня Анна, моя коллега, должна была забрать ее из типографии, я ее сама не видела. Вот. Ну, на третьей, это фотографии из третьей ступени, получились очень интересные занятия, тоже мы, наконец-то, пандемия закончилась, мы смогли побывать в русском музее, будем ходить теперь туда регулярно, и вот как раз таки состав красок, пигменты, то, о чем нам рассказывает реставратор живописи, а вот теперь мы будем проходить конкретно с примерами на картинах. Вот, мы были в мастерской в академии Штиглица, вот, мы были в прекрасном интереснейшем доме Бажанова и доме архитектора, и в Александрийском театре говорили про устройство и про реставрацию театра, о системе каких-то потайных ходов, вот, и в принципе об устройстве исторического театра, его особенностях и сложностях реставрации. Вот, недавно у нас закончился этот курс, и теперь с сентября мы уже будем набирать на него с какой-то регулярностью. и вот, готовя эту презентацию, я сделала вывод в том, что наш проект это своего рода, не очень люблю этого слова, но здесь оно очень подходит, коллаборация, коллаборация разных институций, музеев, реставрационных, мастерских, уникальных объектов культурного наследия, специалистов, архитекторов и реставраторов, образовательных учреждений, и все это с целью пробудить любовь наших детей к наследию, показать, как оно интересно, и воспитать бережное отношение к ним. Наш проект также масштабируется маленькими шажками. Вот у нас открылась школа «Маленький реставратор» в Вологде. Мы ждем этой инициативы от регионов, мы везде рассказываем о нашем проекте, будем очень рады, если этот проект будет идти по другим регионам. Вот. Но мы ждем таких же инициативных энтузиастов, как, наверное, мы сами, которые возьмутся делать это действительно так, чтобы это отвечало целям, задачам и харизмам нашего проекта. Поэтому вот у нас появились такие люди в Вологде, которые уже второй год реализуют этот проект, и очень давно хотели запустить проект в Москве, но не находилось таких людей, и вот наконец-то к нам обратились из, вам известны, наверное, всем организации волонтерской, общее дело возрождения деревянных храмов севера, отец Алексей, Лидия, вот, и они очень захотели реализовывать этот проект в Москве, и вот первый курс был как раз реализован весной этого года, и мы очень рады тоже его результатам, как это все получилось. Конечно же, в самом, в разных, в других городах появляется другая особенность этого проекта, и это понятно, потому что город другой, Москва другая, в Вологде свои особенности, да, это вот это вот деревянное кружево, потрясающе, и, конечно же, поэтому другие акценты, другие мастерские, другие, может быть, даже немножечко задачи, вот, но в целом это пробудить любовь, интерес к своему городу. Это наши партнеры проекта, вот, может быть, не все, вот, а в заключение я хотела сказать, подвести итог, да, что после первого курса дети у нас получают диплом, и этот диплом присваивает им статус хранителя Санкт-Петербурга, то есть дети, маленькие хранители Санкт-Петербурга, они могут ответить на вопрос, что они уже, как маленькие реставраторы, могут сделать для этого города. Сделать это скорее, чего-то не сделать, это не кидать монетки, это не тереть памятники на счастье, это не залазить на скульптуру, это не рисовать граффити, вот, ну, а, конечно же, больше интересоваться городом, поднимать глазки, когда ты идешь по нашему городу, вот, и интересоваться, гуглить, кто построил то или иное здание, что это вообще за здание, кто в нем жил, вот, и таким образом приносить пользу нашему городу. Вот, я закончила. Всем спасибо большое за внимание. Татьяна Сергеевна, спасибо большое. У нас потрясающий проект, прекрасное выступление, очень действительно полезное дело. У нас есть прекрасные отзывы о вашем выступлении в чате. Вот, и уважаемые коллеги, возможно, есть вопросы к Татьяне Сергеевне. Да, можно вопросы? Угу. Татьяна Сергеевна, спасибо за ваш доклад. Действительно, важное и нужное дело, вот, когда дети, да, понимают путь от реставрации к памятнику, я совершенно с вами согласна, это, ну, приводит к новому осознанию этого памятника и необходимости и важности, да, его сбережения для грядущих поколений. Но у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, в ходе, ну, вот, я как музейный сотрудник и присутствующие здесь коллеги музейные тоже это прекрасно, конечно, знают и задумываются об этом, я уверена, что есть большая разница между реставрацией и реконструкцией. Здесь такая вот очень тонкая грань, я понимаю, что эта тонкая грань, она, ну, очевидно, да, и важна для специалистов и, может быть, не так очевидна и важна для вашего проекта и, в частности, детей. Однако мне бы хотелось вот обратить на это ваше внимание и задать вопрос, когда вы разговариваете, я при этом, да, вот тут же второй вопрос, видимо, возникает. Я вот из фотографии не очень поняла, как вы практически, то есть теория понятная, все замечательно, а вот на практике как можно реставрировать, вот, показать процесс реставрации, ну, помимо, да, помимо Воронихинских львов, там понятно, что замечательную помощь оказывают дети, помощь городу, да, такая реальная. Это здорово. Но вот когда речь идет о каких-то вот работах за столом, вот это не очень понятно. И здесь вот я тут же задумалась о том, что не получится ли у детей, да, или, может быть, вы это заранее уже и без моего выступления продумали вместе со специалистами и учитываете в своих занятиях, когда дети начинают путать вот эту грань между реставрацией, да, то есть бережным подходом и главным принципом реставрации не навреди, да, и тем, что мы можем взять некий объект, там, что-то подзолотить, что-то покрасить, что-то такое приклеить, да, или дорисовать, дописать, и, ну, и получится что-то такое. На самом деле вопрос совершенно не праздный, потому что я есть, к сожалению, я не помню, как называется частное учебное учреждение реставрационное в Москве, которое выпускает, как они считают, реставраторов, и я столкнулась с большой проблемой. То есть люди выкладывают у себя посты, в Фейсбуке в том числе, выкладывают от реставрированных частностей иконок, но икона, в общем, записана, то есть человек понимает, что он закончил, он получил диплом, да, он реставратор, взрослый человек, и вот он показывает, как он записал и практически уничтожил памятник, да, и тут неважно, насколько он древний, там, древний 14 века или 18, но он уничтоженный, да, и насколько он там мастерски выполненный. Вот этот вот момент вы учитываете в своей работе? Да, конечно, это очень важный для нас вопрос, поскольку мы сами, да, реставраторы, работаем в Российской ассоциации реставраторов, вот, и все время за это боремся, поэтому это очень важно, мы стараемся это до детей доносить и разницу реставрации и реконструкции, и, например, у нас есть такое занятие, как архитектор-реставратор, где мы говорим отличие, да, архитектора-реставратора от просто архитектора, да, вот, и говорим, там у нас есть такое домашнее задание, где дети, ну, то есть нарисован Екатеринский дворец с небольшими утратами, там, крыши, окна, да, и они должны как бы, как архитекторы-реставраторы, да, это вот восстановить, вот, и мы как раз таки у них спрашиваем, а с чего начинается, да, именно сохранение объекта, они объясняют с крыши, почему? Потому что, чтобы не попадали туда осадки и предотвратить дальнейшее разрушение. Так, окошки, а можем им ставить новые окошки? А можем и что-то достроить? И вот эти вот вопросы мы обязательно с ними проговариваем, потому что именно вот у нас же не педагоги ведут занятия, у нас скорее наши архитекторы-реставраторы, и реставраторы становятся педагогами за вот эти вот 4 года, потому что пока они занимаются с детьми, уже понимают, что интереснее, на что нужно обратить внимание, вот, то есть нам вот эти педагогические навыки, конечно, необходимы, мы в них совершенствуемся, но изначально это не педагоги, поэтому они вот эти вот все нюансы очень знают и очень внимательно к ним относятся. И вот не навреди как раз таки об этом, в принципе, главном реставраторе, мы обязательно говорим, это у нас даже есть в викторине после первого занятия, мы спрашиваем, какой главный принцип, да, реставраторы, они нам объясняют, не навреди, почему все это проговариваем с ними. Вот, по поводу занятий, да, тоже правильный вопрос, и нам его задают, потому что говорят, не воспринимают ли они иногда, вот, например, у нас есть занятие реставрация по золоте, понятно же, что они золотят не объекты культурного наследия, да, и пользуются не золотом как-то реставратора, не социальным там золотом, вот, а все, у них есть образцы. Например, первый курс у нас был, прошел с участием грифонов банковского моста, потому что в ту реставрационную мастерскую, которую находили, реставрационное мастерское наследие, вот, в ней как раз таки реставрировали грифонов банковского моста, вот, четыре года назад это уже было. Вот, и на реставрации по золоте им макет делала, вот, художник-реставратор Жанна Максименко, как раз таки этих грифончиков, это на пенокартоне, да, был рисунок с этими грифончиками, и они поталью аккуратненько, да, пытались наносить вот эту вот по золоту на крылышки. И это на самом деле очень непростое, если бы они просто разукрасили, да, вот, это бы можно было почувствовать, что это просто как-то или еще что-то, а эта поталь, они начинают как бы, во-первых, ну, это же мелкая моторика, поталь, когда они что-нибудь сказали, начинает разлетаться, то есть они должны быть очень тихими, аккуратными, терпеливыми, вот, и вот все это вот делать, и они могут сразу какими качествами должен обладать реставратор, да, то есть вот эта вот воспитательная функция тут тоже есть. Вот, мастерской наследия, им настоящие реставраторы, это настоящая мастерская, да, показывают, что они делают, как это происходит, вот, и они учатся там уходу за скульптурой. Конечно, к настоящим объектам культурного наследия у нас, ну, мы, это не волонтеры, да, наследия, которых мы привлечем, но все равно прикоснуться к ним мы даем возможность, и вот Львы Воронихина, да, и вот другие скульптуры, конечно, это тоже очень важный процесс нашей деятельности, чтобы где-то они немножечко тоже, вот, где можно, себя попробовали, ну, а что они могут сделать пока, конечно же, только вот участвовать в профилактическом уходе, вспенить мыльный раствор, нанести его на памятник щетками, да, вот, убрать специальными, да, там, приспособлениями мох какой-то, жучков там, они это все стряхивают, вот, трогательно очень, вот, а потом из керхера вот эту вот пену они смывают, счастливые в брызгах уходят домой, вот, не знаю. Спасибо. 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 Спасибо за вопрос. Да, коллеги, есть ли еще вопросы к Татьяне Сергеевне? Ну, я, опять же, еще раз хочу сказать спасибо, да, у нас еще есть отзывы в чате, вот, я благодарю вас за выступление, и хочу анонсировать нашего следующего участника, Пусинин Ольгу Викторовну, руководителя Школы литературного общения «Пишу как дышу» и Ассоциации гуманистов планеты с докладом «Школа литературного общения. Опыт преподавания литературного мастерства в современных реалиях». Ольга Викторовна, вы здесь с нами? Да, вижу вас, здравствуйте, да, и прошу вас тогда подключить, включить нам демонстрацию экрана, если у вас есть презентация, и попрошу подготовиться к выступлению Семенова Валентина Викторовна. Здравствуйте, дорогие друзья, презентации у меня нет, поскольку, ну, я постараюсь все это рассказать на словах, поскольку, ну, показывать не то, что пока нечего, но то, что есть, я покажу, вот, я думаю, вот, вот, книжку видно, да, кому, так сказать, интересно, тот книжку посмотрит. Здравствуйте, коллеги, всех рады приветствовать! Меня попросили поделиться опытом преподавания писательского мастерства в современных реалиях. Ну, начну я, наверное, с того, что я открыла вот эту школу литературного общения уже пять лет назад, в 2017 году, и работает она в Хельсинки, поскольку я сама постоянно проживаю вот в Финляндии, и гражданка Финляндии, уже живу здесь 21 год. Все дело в том, что я решила, что, может быть, попытаться, да, вот, работать таким образом, наверное, когда вот моя, собственно, писательская карьера, она не то, что зашла в тупик, но, скажем так, я поняла, что надо куда-то мне двигаться, потому что вот в 2017 году я напечатала роман, две, значит, детских книжки, сборник стихов у меня был, кроме того, у меня там был уже десятилетний, наверное, опыт работы главным редактором литературно-художественного журнала русскоязычного, финляндского «Иные берега Вера» от Раунет, и, тем не менее, я чувствовала все-таки какую-то вот вот что-то незаполненность в своей жизни, потому что сейчас писатель, если он не друг Елены Шубиной, да, он все равно, ну, вот, вольда или невольна, но все равно останется на каких-то задворках, и он будет писателем, значит, в кругу своих друзей, которые там тоже писатели, и насчитывается их, скажем так, десяток. И помимо того, что я еще писатель, значит, судьба моя сложилась таким образом, что у меня две ученых степени, я по образованию филолог-русист, кандидата филологических наук и в Хельсинге, я еще, значит, защитила докторскую диссертацию, вот получила степень доктора философии. И вот весь этот огромный багаж, который лежал у меня на плечах и давил на меня невыносимой легкостью бытия, он, собственно, вот был таким невостребованным, ну, не до конца, скажем так. И куратор мой из Хельсинского университета Екатерина Юрьевна Протасова, она как-то мне сказала, вот, Оля, а не открыть ли вам вот такие писательские курсы? Я сначала очень сильно сомневалась, нужны ли они вообще в нашей Финляндии, то есть вот сейчас, допустим, на русскоязычную аудиторию я могу сказать, да, это очень востребовано, скажем так, в нашей митрополии, я думаю, это будет очень востребовано. Но оказалось, что и в Финляндии тоже вот есть люди, которые еще, скажем так, не то, что не разучились писать, но вот хотят складывать какие-то более-менее связанные и литературные тексты. Когда я делала рекламу всей этой школы, ну, школа функционирует таким образом, что занятие проходит раз в неделю. Мы собираемся очно, вот, скажем так, курсанты этой школы и студийцы, и где-то около двух часов мы занимаемся, и заранее мне присылают они свои тексты, а я потом вот своим опытным, так сказать, писательским и филологическим взглядом я нахожу в этих текстах там массу всяких недочетов стилистических, ну, и грамматических порой, да, и потом мы, значит, обсуждаем, и все это в процессе вот такого живого общения. Ну, я думаю, нового тут ничего не придумаешь, и так оно и функционирует. Так, и, значит, вот, когда, значит, я решила, что, может быть, попытаться все-таки вот такую школу открыть, то я опиралась все-таки на социальные сети, да, где люди, ну, в общем, пытаются выразить свои мысли как-то вот так вот. Иногда пытаются писать посты, что называется, но если это люди не литературные, а поскольку я писатель, да, у меня, друзья, большинство писателей, то есть они умеют складывать вот слова в связанные высказывания, излагать свою какую-то мысль, скажем так, от «а» до «я», да, без провалов, без пробелов. Но я, помимо того, что писатель, у меня не только писатели в друзьях видела, вот у писателей там тоже не писатели знакомые, и видела, что на самом деле там и в Фейсбуке, и Вконтакте это огромная проблема для человека даже написать какое-то поздравление с днем рождения, ну, не банально, скажем так. Потому что банальность — это огромная проблема соцсетей. И люди занимаются чем? Они занимаются репостами. То есть какие-то талантливые посты они репостят. Это тоже своего рода получается такое самовыражение, ну, полулитературное, что ли. И вот понаблюдав за динамикой, значит, общения в соцсетях, я подумала, что, может быть, это будет востребовано, что люди захотят как-то научиться выражать, даже писать коротенькие посты, даже два абзаца. Как-то ярко, интересно, стилистически необычно, может быть, да. И вот без этих там, сказать, банальностей, как из штампов, которыми переполнены соцсети. Вот на это я опиралась, такая была у меня идея. И, значит, я раз раскидала вот эту рекламку свою, и пришли ко мне на занятия там, ну, поначалу там два человека, три человека. Я сразу могу сказать, ну, опять-таки, я живу за границей, я живу в русскоязычной диаспоре, где, так сказать, люди занимаются, ну, активно, вот, скажем так, искусствами на русском языке, среди русскоязычных, да. То есть танцами, пением, чем угодно. Даже можно шахматами заниматься в своем русском кружке. Вот это вот важная составляющая нашей жизни, да. Ты можешь заниматься, ну, любым там искусством или спортом, но люди, тем не менее, вот неосознанно, они стремятся заниматься этим спортом или искусством на русском языке, а не на финском, потому что тогда они себя полнее реализуют в любом виде творчества. И вот пришли ко мне несколько человек, и я попыталась им давать какие-то задания, значит, так, с умным профессиональным видом, то есть давала им какое-то недельное задание написать эссе, ну, на какую-то, скажем так, абстрактную тему, да. Я брала тему, допустим, радость или там досада и говорила им вот все, что вы хотите. Хотите, пишите абстрактные эссе, хотите, сочиняйте какую-то мини-сценку, все, что угодно. Но потом, по прошествии, наверное, месяца, оказалось, что вот эти мои ученики, там, три-четыре-пять человек, у всех них есть какая-то своя четкая цель, зачем они ко мне пришли. А тут еще надо понимать, что вот это писательское мастерство, это ведь не литературный институт имени Горького, куда поступают уже студенты, скажем так, с явным молодые люди, ну, или не очень молодые, все равно до 30 лет, с явно выраженным уже литературным талантом. И вот они там эту школу, значит, проходят, ну, как в любом ВУЗе. Там есть своя программа, и по ней их, значит, так сказать, гоняют от первого курса к пятому. А вот на эти мои курсы, в школу литературного общения, пишу как дышу, туда пришел народ самый разный. Причем чаще всего, что интересно, ну, не то, что малообразованный, но с образованием абсолютно далеким от филологии, от журналистики, от писательского мастерства, так скажем так, вот, ну, с техническим каким-то, с техникум каким-нибудь там, допустим, пищевым, а вот техникум лесной. У меня одна девочка пришла, оказался огромный талант в детской литературе. У нее за спиной Петрозавод и там лесной техникум оказался. И, конечно, это для меня самой был огромный опыт, потому что вот люди, которые, скажем так, последнее, что они писали, ну, в большинстве моих учеников, они писали сочинения в школе. Все. На этом они закончили свою писательскую, скажем так, деятельность. И когда они ко мне пришли, взрослые люди, там, по 45 лет, самые мои старшие ученицы сейчас 72 года. Вот. Это такая вот сборная солянка. И, конечно, тут, ну, нужно, в общем, уметь лавировать между этими вот студийцами, да, которые все-таки хотят вот себя выразить в текстах и находить между ними какую-то общую связь. Ну, я стараюсь, чтобы они читали. Нет, это я не стараюсь, это у меня обязательные условия, чтобы они читали тексты друг друга заранее до всех этих правок. И потом высказывали свои мысли. И вот оказалось, что у них у каждого своя цель. Допустим, один у меня ученик есть, он пишет свои армейские воспоминания, ну, рассказы об армии. Ну, мужчина, да, вот у него там, так сказать, за плечами три года на северном нашем флоте. И вот это его, в душе его свято и живо. И он хочет это все выразить в слове, чтобы потом своим детям прочитать. Это у нас за границей очень, так сказать, важная составляющая, потому что дети очень сильно отрываются от своих родителей. Они вообще не понимают, как их там родители. Не то, что не понимают, они не знают, как родители жили, чем они там дышали. Если в метрополии это все передается, скажем так, естественным путем, плюс еще, значит, вся вот эта система мощная СМИ, да, и образование школьное это все передает и вкладывает, то в диаспоре этого вообще ничего нет. И вот очень многие эмигранты, у которых дети подростки, они начинают чувствовать вот этот отрыв своих детей, да, кровиночек от них самих. И пытаются как-то вот это наверстать и вот через текст в том числе, через вот эти, допустим, даже армейские воспоминания. Это вот один у меня ученик Сергей Власенко. У него вот такая цель составить сборник воспоминаний о службе в армии. Потом, значит, еще вот моя самая старшая ученица Галина Макарна Мандера, она, значит, тоже уже, поскольку человек, ну, проживший большую часть своей жизни, она решила оставить воспоминания, ну, вообще вот о своей жизни, о своей семье, это тоже отдельный, значит, отдельное направление моей деятельности, что называется. Ну, и были еще разные, скажем так, люди. А, одна ученица очень интересная была. Она походила где-то года два, наверное, потом пропала. Не все выдерживают. Кстати, очень многие бросают и бросают, ну, скажем так, одни вот приходили ко мне ученицы, ну, такие уже взрослые парышни, они посидели на занятиях два раза, что-то написали, а потом сказали, вот это слишком сложный вид творчества, потому что надо делать, надо, значит, работать и головой, и руками, в общем, в танцах где-то легче выразить себя. Ну, это правда, действительно, тексты не так просто, оказывается, писать вот эти все даже рассказы о своем детстве, что называется. А вот, и... А, с чего я еще мысль потеряла? Одна ко мне пришла барышня, тоже год в год два она прозанималась, она писала о своих психологических проблемах. Это, кстати, тоже одно очень важное направление. У нее там была, значит, какая-то там десятилетняя драма в жизни, развод с мужем, потом длительный такой период алкоголизма, потом излечение от этого всего. И вот она пыталась это все стройно как-то вот описать, причем так искренне описать, что называется, обнажив всю вот эту вот, скажем, некрасивую все свое падение. Потом она исчезла, потому что, видимо, все-таки она оказалась не готова вот так вот раскрыться перед аудиторией. Она сказала, ой, меня вот и это знает, и этот знает, и этот знает. Но, тем не менее, я думаю, вот эти два года для нее, то, что она в тексте выражала вот эту вот свою жизнь, тоже не прошло зря, тоже пошло ей на пользу. Это тоже одно из направлений вот такой, скажем так, студии для непрофессиональных писателей. Но какой-то процент вот из этих вот людей, с которыми я знакомилась, там, которые приходили ко мне, общались, все равно, ну, пусть он небольшой, но опять-таки я говорю, мы живем в диаспоре, тут он большим вообще не может быть. Все равно вот они потихоньку выходят на линию профессионального писательского творчества, что им тоже очень важно, потому что сейчас, скажем так, вот когда после развала Советского Союза, да, значит, цензура у нас исчезла, а союз писателей, ну, нет, он остался, но наплодилась еще масса союзишек и союзичков, да, вплоть до этого какой-то у нас есть даже союз там чуть ли не галактический. Вот, честное слово, Евгений Степанов в Москве открыл такой союз межгалактический, что ли, какой-то просто, да, 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 это прямо так и есть. И с кучей вот этих всех премий, которые тоже раздают, кому не попадет, то, главное, женский взнос заплатит, да. Вот один мой знакомый, который, ну, я не назову его сильно талантливым, занимается он переводами, вот он получил премию, скажем так, «Серебряное перо Руси имени Шекспира». Ну, это надо же было еще придумать такое, это просто анекдот, вот анекдот. И вот в этой ситуации, когда у нас размылись четкие границы, параметры писательского мастерства, когда человек вот заплатил за что-то, за публикацию его и так и напечатали, и даже не исправили, не отредактировали его текст. Вот он такой сырой, там, с массой, я не знаю, ладно этих стилистических ошибок и нарушений, но ведь и грамматику не поправляют. И вплоть до того, что там точки с запятыми тоже сейчас совершенно, даже вот эти издательства, они, в общем, и не думают ничего исправлять, то есть экономят на все. И вот в этой ситуации, мне кажется, что людям сейчас психологически важно найти какой-то ориентир. То есть вот если он где-то уже учится, да, вот он признает какого-то, скажи, наставника своего мастера, вот тогда он уже чувствует себя, скажем так, не в этой вот общей массе, которая варится, которая как болото у нас на стихах и прозеру, да, где все что угодно можно. Можно встретить отличные рассказы, тексты, рецензии, но в большинстве случаев это ведь ужасная-ужасная графоманщина, еще совершенно, так сказать, необработанная с кучей ошибок. Вот, ну процент там большой. И вот это вот значение вот такой студии, да, вот в этом отношении оно тоже немаловажно, скажем так. Вот, это что я поняла из своего опыта. Ну и потом, поскольку, в общем-то, я достаточно писатель уже со связями, то вот нам удалось опубликовать вот такой сборник. Это сборник прошлого года, где мои ученики тоже принимали участие. И называется он, это тематический сборник, когда мама и папа были маленькими. Это рассказы о детстве. Там был, значит, конкурс, он международный получился. Не только наши вот и финляндские авторы здесь приняли участие, но там были и из США писатели, и из Новой Зеландии, и из Бермании, и, в общем, со всего мира. Ну и, конечно, и россияне тоже были. И вот я с радостью константирую, что мои ученики, они вот тогда прям целенаправленно я им сказала, что давайте вот пишите, и, ну, разумеется, все это было редактировано мною. А по поводу письменной речи у современных русских людей, пусть они даже там прожили 10 лет за границей. Я очень извиняюсь, да, у нас подходит время. А, все, хорошо. Ну вот, да. Могу сказать, что... А, к чему последний, значит, итог моей речи. Я думаю, что, может быть, при каком-нибудь там Доме культуры или даже при высшем учебном заведении вот такие курсы, особенно в российской метрополии, они будут полезны, потому что процент людей, которые хотят вот свою жизнь выразить не вот в сыром тексте, а как-то грамотно, когда педагог его научит, как писать, чтобы не было пробелов этих смысловых лакун, чтобы не было, я не знаю, стилистических нарушений, чтобы синтаксис, в конце концов, выровнялся у человека, потому что это огромная беда. С синтаксисом люди не владеют, ну, вот, литературного, письменного языка. Это тоже очень важно. Я могу сказать, что это, конечно, очень повышает у людей самооценку, и это тоже большое такое личностное достижение для человека. Поэтому, если кому-то мой опыт интересен, пожалуйста, пишите мне, мы поговорим все, что смогу и расскажу. Спасибо за внимание. Ольга Викторовна, спасибо большое за ваш рассказ. Очень было интересно. Действительно, очень интересная мысль вот литературного творчества как психологической поддержки, да, для людей. У нас есть вопрос из чата. Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, если у меня уже есть готовый написанный роман, как грамотнее подать его издательству? Есть ли у вас какие-либо рекомендации по написанию синапсиса? Ну, этим мы тоже занимались на своих уроках, да, есть рекомендации, но я вряд ли сейчас вам все их тут сейчас буду рассказывать, да, есть. Пишите мне на электронку, если я что-то могу, там, какой-то шаблон, да. Мы занимались вот на литературных занятиях тоже этим составлением синапсиса, я так говорю, на ударении. Мы этим тоже занимались, рекомендаций нет, но сейчас вот у нас немножко перетряхивается вся наша сфера литературная в том числе. Я надеюсь, что не только вот друзья Елены Шубиной будут печататься, а и другие талантливые авторы пробьют в какие-то вот издательства крутые. Да, Елена, я думаю, что вы можете написать Ольге Викторовне лично в чат, да, и задать вопрос уже, возможно, как-то позднее свяжетесь, да. Спасибо еще раз большое. Есть ли еще какие-то вопросы к Ольге Викторовне? Да, но, скорее, не вопрос. Я хочу сказать, что Ольга Викторовна очень скромно сейчас так о себе сказала, потому что она настоящий подвижник. Уж простите, Ольга Викторовна, я два слова скажу. Потому что в Хестинге, Российский центр науки и культуры, где Ольга Викторовна работает, вот литературная школа — это только малая, совершенно малая микроскопическая часть от того, что она делает, от этой подвижнической работы совершенно. Во-первых, Ольга Викторовна героически организует каждый юбилей каждого российского писателя, русского писателя. То есть это, я не знаю, наверное, это каждую неделю, бывает, и несколько раз в неделю проходят вот эти телемосты с помощью зумов, в которых принимают участие люди не только из России, не только из Финляндии, но и из разных-разных стран. Это и Америка, и, я не знаю, там и Чили, и Перу, и кого только не было у нас уже, да? Совершенно огромное количество людей принимает участие. Во-первых, это соединение русских людей, живущих по всему миру — это очень-очень важно. Это то, что нам, живущих в Петербурге, не очень понятно, да, это нам не близко, но вот ощущать связь с русским миром — это очень важно для людей, которые по разным обстоятельствам не живут в своей стране, не живут, скажем, в кругу своего языка. Это очень важно. Я прямо вижу, как вот Ольга сделала какая-то кровеносная система существует русского мира, поэтому огромное спасибо. Дальше, вот ее деятельность по ведению литературного журнала «Иные берега» вот в Иератрану, уже лет двадцать, сколько-то, больше, наверное, огромное количество людей там публикуются, и многие интересные писатели там взяли свой старт писательский. И, в-третьих, это, конечно, огромное количество конкурсов литературных, которые Ольга Викторовна проводит, и это конкурсы переводов финской поэзии на русский язык. Это конкурсы различные, связанные с разными датами в российской истории и так далее. И конкурсы тоже, они связывают все-таки мир западный, да, и мир русский. Это очень-очень важно, особенно сейчас. Особенно я сейчас, я просто вижу, как это тяжело, и все равно Ольга продолжает это делать. И вот это такое миротворчество, и за что хочется сказать огромное спасибо. И я считаю, что это настоящий такой подвиг культурный, не слышный, не видный нам. И вот свое восхищение хочу выразить. Тебе спасибо. 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 Я сижу вся красная как рак. Ну, в общем, я сюда пришла не самопрезентоваться, рассказать про школу. Ну, у нас еще есть много других проектов. Я вот в чат сейчас напишу официальный адрес Ассоциации гуманистов планеты. И задавайте туда свои вопросы. Мы как-то постараемся вам ответить. Хорошо? Да. Спасибо большое. Да, я от тебя еще хочу сказать, что как человек, который вырос за границей России, это действительно огромный труд то, что вы делаете. Это очень важно. Я прекрасно понимаю это. Да, и я приглашаю нашего следующего участника, Семенову Валентину Викторовну, заведующую детской библиотекой номер 8 Невской АЦБС, с выступлением на тему «Быть библиотечницей». Валентина Викторовна, да, я вижу вот здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слышно прекрасно. Если у вас есть презентация, вы можете включить нам демонстрацию. И я попрошу подготовиться Шубелеву Марину Евгению к выступлению. Всем все видно? Всем все слышно? Да, все видно. Приветствую всех участников. Меня зовут Семенова Валентина Викторовна. Я заведующая детской библиотекой номер 8 Невской Централизованной библиотечной системы Санкт-Петербурга. И сегодня на конференции, где мы рассматриваем профессиональные навыки современных работников культуры, я хочу поделиться опытом работы среднестатистического современного библиотекаря. В своем докладе «Быть библиотечницей» я хочу рассказать о том, что же такое библиотека сейчас, как сейчас выглядит библиотечная профессия, как важно постоянное повышение квалификации, обладание навыками из других областей знаний. И все это позволяет нам создавать уникальные библиотечные проекты, позволяющие, опять же, выполнять главную нашу функцию – это предоставление информации и продвижение чтения населения. В первую очередь хочется начать с пояснения названия доклада. Если мы говорим о современных тенденциях, то следует начать с важного явления, такого как образование новых феминитивов. Профессии библиотекаря, как и другие ранее в большей степени мужские профессии, давно требуют наименований в женском роде. И известная всем библиотекарша, я считаю, что звучит грубо и несет в себе много неприятных стереотипов. Но сколько бы я не пробовала форм, мне они не нравились, то, что получалось из них, пока в один прекрасный день 9-летняя читательница не сказала, «Другая библиотечница ушла мне за книгой». И вот эта библиотечница из детских уст вошла в мое сердце, и с тех пор я себя только так и называю. Я считаю, что процесс самоназвания является одним из важных шагов дальнейшего процесса слома устоявшихся и устаревших стереотипов восприятия моей профессии. Современная библиотечница – это уже давно не бабулечка с убранными наверх волосами, сидящая в шале и говорящая всем «тишина должна быть в библиотеке». А современная библиотечница – это многопрофильная специалистка и разносторонняя личность, обладающая широким спектром знаний и навыков в эпоху большого разнообразия технических и иных способов, помогающих в продвижении книги и чтения, было бы странно не воспользоваться всеми появившимися возможностями. И практически каждый библиотекарь и библиотечница на своих рабочих местах в течение одного рабочего дня выполняет не только традиционные формы работы, такие как консультирование, подбор литературы, являются настоящими книжными гидами, но и готовят материалы для мероприятий, рамки которых с каждым годом становятся все шире. И если раньше это были беседы, громкие чтения, обзоры книжных выставок, больше такая устная форма работы, то сейчас это все ранее известно, переплетается вместе с мультимедийными и интерактивными формами. И так, пока библиотечница сидит и создает сценарий или презентацию к мероприятию, она постигает еще и, например, профессию дизайнера. Практически большинство того же мерча, который создается библиотеками, тоже либо вдохновлен, либо создан первоначально библиотекарем. Вот, например, даже такие буклеты необычные от нашей ЦБС, это все влегло в основу дела и действий, идеи библиотекаря, обычного библиотечного работника. Ну и, конечно, понятно, обычные формы и даже вот такие 3D-фотографии. Елена Викторовна, прошу прощения, можно включить, пожалуйста, полноэкранный режим показ слайдов, потому что мы не видим, видим только первый слайд. Ну, вообще, у меня уже третий. Да, да. Вот я сейчас переключаю, что-то происходит? Нет, 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 нет. Можно попробовать завершить демонстрирование? Да, сейчас у нас показывает третий слайд и пока слайд. Так. Ну, я нажимала. Так, еще раз. Видно? Наверное, загружается еще, пока нет. Сейчас видно второй слайд. Попробуйте… Вот третий? Нет. Попробуйте выключить демонстрацию. Давайте я просто расширю вот этот. Ну, то есть оставлю так. Так, по крайней мере, всем. Спасибо. Да? Хорошо. Итак, вот, собственно, библиотечный дизайн. Это макеты. На фотографиях представлены также вещи, которые были созданы когда-то мной, моими коллегами. Даже вот тот рулап, который за маленькой писательницей растянут, тоже когда-то макет придумывался и создавался мной. Итак, появляются разные новые технологии, интерактивные стенды, информационные киоски и многое другое. И библиотекари познают эти новые программы для создания мультфильмов, видеосюжетов, звукозаписывающих устройств. Как только началось распространение персональных компьютеров, я думаю, все помнят, что именно в библиотеках появились курсы компьютерной гранатности. И будем верить, что в скором времени, как и в некоторых других странах, библиотекари российские тоже будут проводить обучение по использованию умного дома. Развитие технологий не стоит на месте. И библиотека – это наиболее гибкое, адаптивное к любым вызовам времени место. А чтобы научить, сначала нужно познать самому. Но без дополнительного образования, самообразования и постоянного повышения квалификации достичь этого будет практически невозможно. И поэтому я считаю, что библиотекари и библиотечницы, не желающих себя развивать, можно смело сравнивать с ветхой литературой, попадающей под списание. Я, конечно, ни в коем случае не хочу понизить, занизить важность традиционных форм работы и знаний, которые тот опыт, уже устоявшийся годами. Но мой личный опыт и опыт моих коллег показывает, что именно благодаря новому веянию, приходу в библиотечное сообщество, в библиотечную профессию специалистов из других областей знаний, педагогов, психологов, дизайнеров, ивент-менеджеров, культурологов, музейных работников, актеров, режиссеров, IT-специалистов, пиарщиков, маркетологов, инженеров и, конечно, менеджеров социально-культурной деятельности, отношения к библиотекам и сами библиотеки вышли на новый уровень. Теперь в одном ряду с обычными, всеми любимыми библиотеками появились уникальные библиотеки, имеющие свою собственную черту, функцию или идею. В Петербурге их огромное количество, в стране у нас тоже они разрастаются и появляются новые разные формы. На данном слайде представлены уникальные библиотеки Невского района Санкт-Петербурга. Это те библиотеки, где есть особая идея, особая интерактивная площадка или какие-то функции, возможности, которые доступны теперь практически всем читателям. Пространство библиотек стало привлекательным не только благодаря комфортному дизайну, но и, конечно, новым возможностям. Раньше обычным читателям недоступны. Например, в библиотеке на Искровском можно обучиться 3D-моделированию, попасть в небольшую камерную студию звукозаписи. Это обычная муниципальная библиотека Санкт-Петербурга. Синтез профессии дает нам широкий спектр для действий, направленных на популяризацию чтения. Также, например, в библиотеке на Искровском как раз работает инженер, который помогает создать, обучает детей 3D-моделированием. И, конечно, ключевую роль в процессе повышения компетентности библиотечного персонала играет не только личное стремление библиотекарей, но не менее, а иногда я считаю, что и более важную роль играет стремление организации к развитию своих сотрудников. Так, материальное или моральное поощрение коллектива за получение новых знаний, организация процессов взаимообмена опытом внутри учреждения и создание возможностей для получения дополнительного образования является неотъемлемой частью уважающих себя библиотечной системы, ценящей своих подчиненных и желающих процветания библиотечному делу. Например, методическим отделом Невской ЦБС разработана программа развития профессиональных компетенций «Буква и цифра», где проходят лекции от приглашенных спикеров, а также внутри системный обмен опытом между коллегами. Данная программа включает в себя не только повышение профессиональных компетенций сотрудников Невской ЦБС, а также является элементом тимбилдинга и нетворкинга. Все полученные сотрудниками знания и навыки, иногда с неожиданной стороны, как, например, хобби, будь то вышивание или занятие спортом, могут дать новые ростки для появления в дальнейшем уникального проекта в библиотеке. Так, например, в библиотеке в городе Пушкинке в городе Саранске есть спортзал. И это, мне кажется, тоже необычной формой для привлечения местного населения. И каждый такой проект, он создает и поддерживает позитивный имидж библиотеки, привлекает жителей населенного пункта посетить библиотеку и, конечно же, взять книгу и почитать. Все то, что я говорю, проверено непосредственно на моем личном опыте. Начиная с того, что я по образованию менеджер социально-культурной деятельности, в 25 лет я осознанно пришла в библиотечную профессию. То есть, пока я получала свое образование, передо мной был открыт весь сектор социокультурной, вся социокультурная сфера. И к 25 годам я решила, что хочу быть библиотечницей. И с каждым годом я прохожу повышение квалификации, постоянно обучаясь на всевозможных, даже вот сейчас здесь слушаю коллег и совершенно смежных специальностей. Мне всегда очень интересно услышать чужой опыт и что-то в себе интересное взять и внедрить это в свою деятельность. И также я получила степень магистра библиотечно-информационной деятельности. И все-все, что мне удается получить извне, из разных сфер жизни, я внедряю в свою профессиональную деятельность. Мои главные разработки – это интерактивные программы семейного чтения для детей дошкольного возраста. Сейчас снег с основными, я вас познакомлю. Так, например, надеюсь, всем видно слайд, могу чуть-чуть его уменьшить. Ну, в принципе, я думаю, хорошо видно. Мой цикл «Разработанный библиозавр» – это интерактивная программа по приобщению детей к естественному научному знанию. Для детей от 4 до 6 лет он появился из моей любви к естественным наукам и мой педагогический опыт в детском саду, в частном детском саду с английским уклоном. Когда я работала, я его тогда создала, но именно в полной мере реализовать со всеми возможностями, со всем интерактивным включением, мультимедийным подходом, мне это удалось уже в библиотеке. Следующий цикл «Детям об искусстве». Пока я обучалась в УЗИ, я также изучала историю искусств, но в достаточно сжатой форме. И как потом уже в последующем, я прошла онлайн-курсы от школы «Попа-парк» и постоянно посещая музеи, выставки «Моя любовь к искусству», она, собственно, проявилась через этот цикл. Здесь тоже интерактивные программы для детей от 4 до 6 лет, где мы с детьми обучаемся, точнее, постигаем в игровой форме через делание, по всем вехам искусствам пробегаемся, так можно сказать. И, конечно, главная задача, как в предыдущем, так и в этом цикле, показать разнообразие отраслевой литературы детского фонда. Следующий цикл «Сказка на полу». Он появился после того, как я прошла повышение квалификации в Институте культурных программ в Санкт-Петербурге по дополнительной профессиональной программе арт-терапии в учреждениях культуры. Суть цикла в том, что это интерактивные, это, получается, громкие чтения с элементами театрализации. Мы с детьми читаем сказки авторские, народные, а затем их вставим через разные виды театра – кукольный, настольный, теневой и так далее. Тоже так же это для детей от 4 лет, и с учетом специфики прохождения курса, там было особо уделено время работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому мне удалось создать такой инклюзивный цикл. И еще один мой самый любимый цикл – это «Кнежики». Это цикл интерактивных программ по приобщению детей к чтению, общеобразовательного характера, и главная особенность в том, что здесь ко мне приходят дети от 1 года до 3 лет. Я беру за основу литературу для данного возраста и встраиваю чтение на подушках с остановками, где встраиваю разные образовательные элементы с использованием методик, которые я получила, когда работала в центре раннего развития, в клубах раннего развития. Все это, собственно, мне кажется, является таким доказательством. Все эти циклы, кстати, я потом, пока писала магистрскую диссертацию с научной точки зрения, обосновала их эффективность. И, конечно, все, мне кажется, на таком маленьком локальном примере в виде меня доказывает то, насколько важно заниматься собственным дополнительным образованием, дополнительным образованием своих коллег. И все это является такой благодатной почвой для того, чтобы в дальнейшем взращивать проекты по дополнительному образованию наших читателей. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентина Викторовна. Очень интересно. Действительно, огромная работа, которую вы делаете. Это прекрасно, что у нас меняется отношение к библиотекам, и то, что библиотеки становятся такими мультимедийными центрами. Да, у нас есть тоже прекрасный отзыв в чате о вашем выступлении. Уважаемые слушатели, возможно, есть у кого-то вопросы к выступлению. Я бы хотела... Можно, Мария? Хотела бы поддержать, Валентина Викторовна, вас. Очень приятно видеть, я думаю, что это не только моя точка зрения, но и многих, наверное, коллег, они разделяют ее со мной. Молодого специалиста, увлеченного своим делом, постоянно проходящего путь развития, стремящегося восполнить те лакуны, которые вы ощущаете, недостатки какие-то, пробелы в образовании, и эта потребность учиться, развиваться. И, честно говоря, еще, когда мы готовили программу с коллегами, меня приятно удивило название вашего выступления. Вот это то, о чем как раз и Мария говорила, есть некий миф, как и о музее. Да, музей скучно, все устанут скорее бы сесть, а библиотека — это еще скучнее, там есть где сесть, но уже ничего не хочется делать. И вот ваша увлеченность делом и ваша гордость за профессию, которую вы представляете, она прямо вдохновляет, и хочется об этом рассказывать студентам, потому что любое дело, которое делает человек, если делают ему с любовью творчески и постоянно развивается, оно обязательно достигнет результата. И захотелось к вам приводить детей. Спасибо. Спасибо большое. И у нас, кстати, здесь много музейных специалистов. Благодаря циклу «Детям в искусстве» мне удалось сделать так, что из нашего отдаленного микрорайона дети с родителями пришли в Эрмитаж, посмотрели на Матисса и не только. То есть дети действительно через детей родители пришли в музей. Вот и результат. И были истории там даже между странами, когда шартер собор, они у меня увидели в видео, родители как раз ехали в это время в путешествие и попали в этот собор и благодарили меня, что я о нем им рассказала. Спасибо. Прямо передадим ваше выступление молодым коллегам, студентам наших. Да, спасибо большое. Возможно, есть еще вопросы какие-нибудь у наших слушателей. Ну, если что, можете, да, в любом случае задать их в чате. Еще раз спасибо за прекрасное выступление. И наш следующий выступающий Шубелева Марина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, руководитель школьного музея школы 449 Пушкинского района с докладом «Школьный музей как открытое образовательное пространство. Точки соприкосновения». Марина Евгеньевна, вы с нами? Готовы рассказать нам? Видимо, Марина Евгеньевна нету. Возможно, появится чуть попозже. Татьяна Владимировна Ситникова, возможно, сейчас здесь. Так, Татьяна Владимировна тоже я не слышу. Коллеги, возможно, кто-то из выступающих хочет выступить сейчас. Вот, возможно, к нам еще не присоединились выступающие. Возможно, Гончарова Татьяна Сергеевна сейчас здесь. Пока нет, пока, видимо, ждем. Либо Сидикова Лилия Ивановна, возможно. Да, сейчас я подготовлюсь. Хорошо, да, у нас тут небольшая заминочка. Я тогда пока представлю Лилию Ивановну. Лилия Ивановна – директор инжинирингового центра, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Казанского государственного института культуры. И Лилия Ивановна расскажет нам про формирование профессиональных компетенций в области декоративно-прикладного искусства на примере Казанского государственного института культуры. Лилия Ивановна, если вам нужно еще много времени, мы, конечно же, с удовольствием подождем. И, коллеги, если кто-то готов чуть попозже после Лилии Ивановны выступить, напишите, пожалуйста, об этом в чат, чтобы я потом вас представила сразу же. Лилия Ивановна, можем начинать, да? Так, Гончарова Татьяна Сергеевна готова. Так, ага, хорошо, тогда... Так, тогда Татьяна Сергеевна, да? Да, да. Хорошо, значит, тогда я представляю вам Гончарова Татьяну Сергеевну, педагога дополнительного образования Маудодыши и Таркова с темой выступления «Виртуальная экскурсия Музея народового образования. Опыт внедрения экскурсионной программы в музейное пространство детских городов» имени Старкова. Прошу, Татьяна Сергеевна. Так, минуточку. Алло, слышно, да, меня? Вас слышно, да. Если у вас есть презентация, можете... Да, у меня презентация, да, сейчас запускаю. Так, демонстрация экрана. Так, пока слайдов. Ничего. Так, всё видно? Экран видно? Да, экран видно. Попробуйте, пожалуйста, переключить ещё один слайд, чтобы мы понимали, что у вас всё хорошо. Вот так, да? Так оставить? Нет, нет. Так, посмотрите. Нет, нет. Слайдов. Идите отсюда. Да, тогда где можно? Эдик не надо уже, идите, пожалуйста. Так. Видно? Да, первый слайд видим. Так. Попробуйте, пожалуйста, переключить. А, дальше, да? Сюда? Да, чтобы мы понимали. Пока ничего не переключилось. Не переключилось? Нет, попробуйте ещё раз тогда заново включить демонстрацию экрана. У меня написано, вы запустили демонстрацию экрана. Да, попробуйте нажать свернуть, вот, и запустить её ещё раз, чтобы... Такое бывает иногда. Так. Видно? Да, да. Всё видно. Всё. Вот так оставить тогда, да? Да, да, отлично, слайды переключаются. Так. Так, всё. В стратегии развития образования Российской Федерации на период до 2025 года, обозначены приоритетные направления. Поддержка семейного воспитания, расширение образовательных возможностей, информационных ресурсов, поддержка общественных объединений, гражданское, патриотическое, интеллектуальное и нравственное воспитание детей. Популяризация научных знаний среди детей, формирование культуры, физического воспитания и здоровья. Одной из главных задач педагогической деятельности является патриотическое воспитание, основа которого заложена в русской культуре и истории. Последние десятилетия большую популярность в системе образования и воспитания приобретает музейная педагогика, технология, создающая условия для погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду. Музейная педагогика сегодня является важной составляющей патриотического воспитания, средством реализации его культурно-просветительского потенциала. В детской школе искусств им. Леонида Александровича Старкова находится Музей народного образования города Березники, целью которого является не только сохранение редких экспонатов, но и освещение исторических событий. Музей предлагает обзор на тематические занятия, тренинги, торжественные мероприятия, посвященные юбилейным датам, конкурсам, выставки, спектакли, концерты, кинопоказы жителей разных категорий. В современном мире обмена информацией все больше происходит при помощи развития цифровых технологий. Инновационной формой музейной педагогики является виртуальная экскурсия, возможности которой весьма велики. Виртуально на экскурсию можно отправиться независимо от погодных условий, местонахождение посетителя, не покидая помещение, возвращаясь вновь и вновь. Виртуальная экскурсия как организационная форма обучения отличается от реальной экскурсии виртуальным отображением реальных объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. Виртуальный тур может сопровождаться дополнительными аудиофайлами, звуковыми видеофайлами, интерактивными картами. Вот здесь по этому QR-коду можно попасть на нашу виртуальную экскурсию. Благодаря применению интересных интерактивных продуктов в взаимодействии с посетителями в нашем музее создана виртуальная экскурсия Музея народного образования. Программа виртуальной экскурсии направлена на патриотическое воспитание обучающихся, на реализацию задач регионального компонента, обозначенных в программе воспитания учреждения. Разнообразные цифровые приемы способствуют увеличению количества посетителей виртуальной экскурсии. Это родители воспитанников, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Обратная связь между участниками виртуального пространства говорит о необходимости продолжения внедрения в образовательную культуру учреждения новых мультимедийных решений. И педагоги у нас являются главными двигателями развития современного образовательного учреждения. Так, и сейчас бы я хотела продемонстрировать саму виртуальную экскурсию, рассказать немного о ее программе. Итак, вот мы попадаем. Так, к сожалению, не видно. А сейчас загрузится. А. Должно прогрузиться. Так. Попробуйте еще раз. Видно? Нет, нет, не видно. Попробуйте еще раз выключить демонстрацию экрана и включить еще раз. Поделиться. Так, презентация, да, включилась снова? Да, да. Презентация. Видно теперь? Нет, не видно. Возможно, у вас в другом окне открыто, да? Так, ну давайте еще разочек попробуем. Да, там у вас, возможно, будет открываться несколько окон, и одно из них должно быть с виртуальной экскурсией. Так, теперь? Да, вот теперь, да. Так, наша экскурсия поделена на виртуальные залы, это QR-код входа в саму экскурсию. В следующем зале у нас находится программа, так, сейчас немножечко открузится, программа виртуальной экскурсии, вот, ее можно пролистать, то есть содержание залов мы здесь можем увидеть. В следующем зале у нас видео-архитур Музея народного образования, где мы можем кратко просмотреть о нашем музее. Вот он у нас небольшой, всего три комнаты, но мы над ним работаем, пополняем. То есть музей направлен на все то, что связано с образованием, с рождения ребенка и какие-то школьные годы, предметы, вещи. В следующем зале у нас находится интерактивная выставка рисунков «Ко дню Победы, к Великой Отечественной войне». Это у нас был разработан проект «Мобильное шумно», он тоже знаменитый, такой известный, много нам принес. Проект был реализован во время пандемии к 70-летию Великой Отечественной войны. То есть рисунки нарисованы ребятами, и о каждом о них мы рассказываем определённые какие-то события, связанные с датами семейными. В следующем зале находится выставка рисунков, посвящённая Дню Блокады Ленинграда «Мяукаща дивизия». Мы в этом году рисовали с ребятами кошек, которые спасали Санкт-Петербург от крыс. То есть вот такие небольшие ролики. Ещё одна выставка художественных работ дизайн-студии «Креатив», посвящённая Году народного искусства и культурному наследию. Так, в следующем зале, у нас находится авторский документальный фильм, рассказывающий о Березняковском герое девушке-снайпере Любе Бесединой. В фильме представлена поисковая и исследовательская деятельность команды детей и педагогов. То есть материал собирался в течение пяти лет. И в этом году мы собрали фильм о нашей Березняковской девушке-снайпере. В нашем музее находится мемориальная доска. Так как город у нас небольшой, всего 150 тысяч человек, и поэтому нам очень важно собирать историческую хронику о таких героях Великой Отечественной войны. То есть каждый зал у нас как отдельный проект можно рассматривать этой экскурсии. В следующем зале представлена работа с родителями. Это видеоролик, как семилетняя девочка читает книгу о уральских героях. Тоже такой небольшой фильм, представляющий эту книгу. Она рассказывает про эту книгу. С мамой они сняли ролик, и мы её тоже вставили в нашу виртуальную экскурсию. Следующий документальный фильм, где задействована только лишь одна рука артиста. Фильм, как «Березняковский солдат с любовью пишет письмо своей жене Ироиде». Письмо хранится в музейных фондах нашего музея. То есть это не выдуманное письмо, это настоящий исторический факт. В следующем зале у нас представлены мастер-классы «Виниловые часы». «Как можно издать вторую жизнь виниловые пластинки». Мастер-класс по декупажу. И ещё один мастер-класс «Берёзовый край», так как наш город называется «Берёзовые березники», а символ нашего города – это берёза. Здесь представлен мастер-класс по живописи «Берёзовая роща». Следующая рубрика называется «История одного портфеля». В нашем музее хранится много портфелей, мы решили тоже собрать их и сделать о них фильм, экскурс в историю. АНД! 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 И вот такой небольшой фильм, рассказывающий о истории возникновения портфеля. Следующий зал представляет тоже рубрика одного предмета. Здесь картинки у нас кликабельные. Если мы нажимаем, то попадаем в группу ВКонтакте, где уже более подробно можно познакомиться с, допустим, ткацким станком Кроссна. История его возникновения в нашем музее, фотографии. На всех этих предметах есть QR-код. Если ребенок приходит просто самостоятельно, музей может навести смартфон и прочитать про этот предмет более подробно. Так, здесь тоже история школьной формы, дворовые игры собраны. Также попадаем мы в группу Музея народного образования. И там более подробно можно про это прочитать. Рубрика «Интерактив», рубрика «Викторина Пермская кухня». В этой викторине у нас поучаствовало более 150 человек, родители с детьми, семей, вернее сказать. Но она вот с такими красочными яркими картинками. Интересные вопросы. В этом году мы начали оцифровку архивных альбомов, которые хранятся в нашем музее. Так как у нас собраны практически все альбомы школьные нашего города. Их достаточное количество. Мы их решили оцифровать, сделать на них QR-код. И можно тоже вот их прочитать. Они все рукописные. Не все много очень рукописных альбомов, рассказывающих о жизни школ. Вот Березняковский дом работников просвещения, каких-то образовательных учреждений. Школа рабочей молодёжи. Пока у нас так движется работа. Пионерские лагеря, лагерь труда и отдыха. Тем более в этом году исполнилось 100 лет пионерской организации. Вот можно почитать, допустим. И дети с удовольствием у нас читали, знакомились, как жили пионеры прошлого века. Такие альбомы-дневники получаются рукописные. Все не на компьютере. Довольно интересно читать. Так, следующий у нас зал. Это «Малыши в советском искусстве». Это марки тоже у нас собрана, коллекция марок. Я уже не буду открывать. И вот в этом году мы реализовали детский социальный проект «От всей души». Мы пригласили ветеранов. Создали для них блиндаж командира. Провели им такое мероприятие, которое называлось «От всей души» по принципу Валентины Леонтьевой. Помните, наверное, все, да? И мы им провели такие уроки. Урок счастья, урок мира у нас был, урок благодарности. Ветераны остались все растроганы. И сложно, непростое в исполнении проект принёс нам много душевного тепла. Был сооружён блиндаж командира, где я уже сказала. Вот сейчас я кликну, и мы посмотрим с вами фотографии. А фотографии о ветеранах останутся на память детям, их родственникам, так как уже ветеранов становится всё меньше и меньше. Вот этой бабушке у нас ветеранов. 91 год очень хорошо выглядит. Она пришла своими ногами. Они ещё ходят заниматься скандинавской ходьбой. Такие активные. Проект имеет эту несомненную историческую ценность, так как необходимо сохранять память о каждом, кто внёс вклад в победу. Вот мы их угощали чаем, пили им песни. Ветераны получили массу положительных эмоций. Никто не ушёл равнодушным. Я очень извиняюсь, у нас осталось немного времени. А всё, всё. Ещё у нас в нашей экскурсии есть интерактивный веб-квест, «Пионерский уголок». Его тоже можно пройти. То есть вот такая тоже интерактивная программа. Ну и всё, мы пополняем наши виртуальные залы. Приглашаем вас посетить нашу виртуальную экскурсию. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. Это очень интересно, что у нас сегодня на конференции присутствуют люди с разных городов России. Это действительно очень такая необычная идея, сделать выставочные онлайн-залы. Это помогает и, возможно, юным зрителям, например, которые либо не могут по каким-то причинам посмотреть музей, либо находятся в других городах. Это действительно очень интересно. Коллеги, возможно, есть какие-то вопросы. Да, также напоминаю, что можно писать их в чат. Вопросов нет. Если что, можете написать их в чат, либо написать их после конференции. Спасибо ещё раз за выступление. И так как у нас несколько человек на данный момент мне не ответили, я ещё раз анонсирую. Марина Евгеньевна Шубелева, возможно, здесь есть. Либо Ситникова Татьяна Владимировна. Пока нет. Дело в том, что мы немножко идём быстрее нашего графика. Возможно, они появятся попозже. Добрый день. Можно выступить, Ситникова Лили Ивановна? Да, конечно. Лили Ивановна, добрый день. Я тогда просто представлю. Это заместитель директора инжинирингового центра доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Казанского государственного института культуры с докладом «Формирование профессиональных компетенций в области декоративно-прикладного искусства на примере Казанского государственного института культуры». Лили Ивановна, если у вас есть презентация, то прошу включить демонстрацию. И тогда, если здесь присутствует Алена Николаевна Чуркина, я прошу ее подготовиться к выступлению. Да, прекрасно. Мы видим презентацию. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад «Формирование профессиональных компетенций в области декоративно-прикладного искусства на примере Казанского государственного института культуры». Казань – крупный центр искусства художественного образования и выставочной музейной деятельности России. Перед молодыми художниками республики каждый раз открываются новые перспективы, появляются учебные заведения разного уровня, в том числе и высшего образования, а также отделения, связанные с различными формами художественной деятельности. Одним из таких учебных заведений является Казанский государственный институт культуры, который является одним из ведущих научных центров Среднего Поволжья по исследованию национальных культур народов, а также имеет в своем составе структуры, которые изучают народно-художественную культуру. Одной из таких структур в свое время был создан Институт национальных искусств, теперь факультет инноваций и традиций народно-художественной культуры, на базе которого была и создана кафедра изобразительного искусства и дизайна. На этом фоне закономерным и возможно стало то, что Казанский государственный институт культуры принял участие в конкурсном отборе на предоставление грант в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию инжиниринговых центров на базе образовательных учреждений высшего образования и научных организаций. По итогу конкурса Казанский государственный институт культуры, единственный вуз культуры из 11 вузов России, которым предоставлена такая субсидия в рамках реализации национального проекта наук и федерального проекта развития и передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок Российской Федерации. Инжиниринговый центр на базе Казанского государственного института культуры включает три научно-экспериментальные лаборатории. Это по дизайну костюма, по художественной обработке довесенной и по художественной керамике. Инжиниринговый центр проводит курсы повышения квалификации и переподготовку, создает новый канал коммуникации между наукой и производством, инжинирингово-образовательные услуги для реального сектора экономики и проводит научные исследования, разрабатывает инновации в области технологий на основе изучения традиций народно-художественной культуры России, текстиля, дерева, керамики, возрождая и развивая производство декоративно-прикладного искусства народа в Поволжье с интерпретацией в современных изделиях с использованием виртуального тренажера и цифровых технологий. Так, на базе инжинирингового центра был разработан виртуальный тренажер по интерпретации декоративно-прикладного искусства и традиционного костюма народа в Поволжье для дальнейшего использования в образовательном процессе. В современных условиях образование важнейшей проблемой является поиск совершенствования технологий и методов обучения декоративно-прикладному искусству для подготовки специалистов, обладающих высоким уровнем профессионализма, сохраняя тем самым традиции народного творчества. К требованию профессиональной подготовки существенно возросли в связи с необходимостью формирования специалиста, способного реализовать и общественные решения, и свои личные интересы, обладающие высокой культурой мышления, осознающие цели человеческого существования, постоянно стремящиеся к самосознанию, самореализации в изменяющемся мире. Это возлагает на систему образования ответственность за организацию такого образования, образовательного процесса, который обеспечивал подготовку будущих специалистов, являющихся не просто носителем информации по предмету, а профессионалами с высокой степенью креативности, несущего энергию, созидание, творчество, совершенствование в современное общество. Декоративно-прикладное искусство является целостной художественной системой, неразрывно связанной с национальной культурой, местными традициями и непосредственно выражая собой об быт и мировоззрение народов. Изучая декоративно-прикладное искусство, обучающиеся знакомиться с его образцами, сами изготавливают предметы с применением традиций декоративно-прикладного искусства, что способствует развитию в первую очередь национального самосознания личности, основанного на существовании духовной связи с народом. В процессе профессиональной подготовки перед обучающимися ставятся следующие задачи. Изучение знаний о технологиях исследования различных изделий декоративно-прикладного искусства, расширение представления о художественно-стилистических особенностях разных центров народных художественных промыслов по профилю, усвоение и закрепление навыков самостоятельного использования различного вида изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов с применением уже изученных техник. Профессиональные компетенции заключаются в необходимости расширения знаний и навыков, которые необходимы для продуктивной работы. Для владения компетенцией специалиста декоративно-прикладного искусства является знание в области истории и теории искусства декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, специфики его художественного образа, основных основ академического рисунка, художественного конструирования, проектирования и освоения техник и технологий, художественной обработки материала. Отсутствие знаний декоративных возможностей материала, способов, приемов, ведет часто к банальному решению. И если бы эскиз решался сразу в материале, в объемном макете, меньше было бы ошибок и в дальнейшей работе. Поэтому учебный план нашего учебного заведения входят в такие дисциплины, как материаловедение, макетирование непосредственно, работы с материалом, на занятиях до конструирования текстильных изделий, конструирования изделий из кожи, художественная обработка древесины, художественная вышивка, деревообработка, Это художественная керамика, батик, роспись, технологии производственного мастерства и другие дисциплины. Таким образом, в условиях учебного процесса происходит обучение производству идей авторских ходов и преобразование их в творческий продукт. И на это направлены все художественные выразительные средства, цвет, форма, композиции и так далее. Из этого складывается художественный образ, составляющий суть художественной формы. В результате этой практической деятельности обучающиеся учатся не тиражировать общие схемы и модели, а становятся их творцом. Вот такой маленький небольшой доклад. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое за внимание. Коллеги, мы продолжаем нашу конференцию. У нас будет еще одно выступление Винокурова Алексея Александровича, старшего преподавателя кафедры народной художественной культуры областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Смоленский государственный институт искусств. Алексей Александрович, вы подключились к нам? Так, видимо, подключаются. Да, я вижу, что Алексей Александрович присутствует, но вас не слышно. Может, с микрофоном проблема? Возможно, да, потому что микрофон показывает, что он включен. Да, и пока Алексей Александрович, видимо, подготавливается, я также скажу, что у нас в записи будет выступление Романовой Анны Аркадьевны, учителя экономики и истории лицея-интерната «Центр отдаренных детей» и ее доклад «Экскурсионные маршруты на уроках истории». Мы попросим Анну Аркадьевну записать нам доклад в записи, потому что она, к сожалению, не сможет присутствовать раньше пяти часов вечера. Алексей Александрович, вы с нами? Уважаемые коллеги, да, вот попробуем сейчас еще раз дозвониться. Мы только что разговаривали с ним, он на связи. Возможно, какая-то техническая причина. Я напоминаю о том, что всем участникам, всем выступившим с докладами, да, и онлайн, и в записи, мы предоставим сертификат. Перед этим попросим вас прислать, да, если вы готовили презентации, если у вас выступления были с презентациями. И в ответном письме мы сделаем вам сертификат о выступлении на конференции, а также подготовим запись. И очень надеемся, что она будет для вас полезной, интересной, какие-то появятся новые контакты. Сейчас попробую сделать еще один звоночек. Ну, вот перезвонила коллеге, телефон пока занят. Но предлагаю, поскольку он прям планировал сейчас выступить, и мы разговаривали с ним буквально несколько минут подождать. Сейчас, пока у нас образовалась такая пауза, да, ну, возможно, коллеги, да, я вот некое такое резюме сделаю о тех выступлениях, которые были. Мне видится, что это было очень интересно, очень познавательно. И опыт, который представляли сегодня и сотрудники библиотек, и музеев, и высших учебных заведений, да, и школы, он разнообразен очень. У всех участников, да, есть программа, есть контакты, да, будем, отправим презентации. Будем рады, если вы продолжите это общение, поскольку каждый из нас вносит свой, да, вклад в общее дело в развитие культурного поля, да, современного подрастающего поколения, да, и не только детей, но и взрослых. Хочу обратить ваше внимание на ряд событий, которые скоро у нас будут в центре. Для всех педагогов, да, вот, допустим, литераторов делают такое объявление, что осенью в рамках конгресса, 7-го конгресса Раприал, динамика языковых и культурных процессов будет проходить круглый стол, посвященный памяти профессора Владимира Георгиевича Моранцмана, знаменитого переводчика Данте, Петра Арки, автора учебников по литературе. И конференция «Открытая методика», которую наш центр проводит ежегодно, это будут чисто 20 и 21 октября, а 22 и 23 мы продолжим традицию, которая у нас уже много лет сложилась в центре. После конференции «Открытая методика» мы предлагаем нашим участникам поехать в Михайловское в гости к Пушкину. Поэтому сейчас открыта регистрация. Мария вышлет вам в чате адрес нашего сайта, центра «Альфа-диалог». И написав нам на почту, вы можете просто сказать, что в данной ситуации вы хотели бы поехать. Мы сейчас ведем как раз формирование группы. Это одна такая возможность. Вторая, обращаю внимание на педагогов. В нашем центре есть много курсов повышения квалификации. И в том числе, я думаю, что в наших планах разработка курса и для сотрудников музеев и библиотек, поскольку это такое очень дело интересное, полезное, и, как мы видим, нам необходимо обмениваться этим опытом. Третий момент. Обращаю внимание на педагогов, коллег, учителей, о том, что вы можете сделать заявку на проведение классных часов с нашим центром «Альфа-диалог» и получить материалы и получить занятия в то время, в которое удобно вам, по любой теме, либо по тем циклам, которые есть у нас, они расположены на сайте, либо по тем, которые предложите вы. Ну и вот сейчас, да, пользуясь такой паузой, я, наверное, сейчас выйду на сайт центра, и если это будет вам, вот минутку мы ждем нашего коллегу, да, поскольку он готовился к выступлению, да, и мы беседовали и общались по телефону. Но вот как только он выйдет с нами на связь, а сейчас буквально пять минут, я хотела бы тогда, сейчас секундочку, уважаемые коллеги, откроем сайт нашего центра, и, может быть, какие-то вещи полезны, у нас ряд материалов и в свободном доступе. Так, секундочку буквально, воспользуюсь такой возможностью. Уважаемые коллеги, да, перед вами сайт нашей организации. Виден сайт сейчас, правильно, да? Да, да, абсолютно. Я очень хочу обратить ваше внимание на уникальный проект, подчеркиваю, он абсолютно бесплатный, уважаемые коллеги. Это проект, консультативный центр для родителей. Проходит он при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Любой родитель может написать нам на почту, позвонить по телефону, сделать заявку, да, вот нажимает на эту кнопочку. И далее, вот посмотрите, да, проект идет в рамках большого мега-проекта «Новая линия родительского роста». Это бесплатные консультации от психологов и педагогов. Вы можете написать либо на почту сюда, либо отдельно зарегистрировавшись из актуальной формы. Вы можете посмотреть консультации. Если это консультация такого личностного характера, она будет индивидуальной. Если эта тема интересует многих, и она не носит личностный характер, консультация будет кредитивная, групповая. И здесь можно посмотреть и консультации в записях о том, как избежать стресс, как подготовить ребенка к экзаменам, как мотивировать на чтение, как наладить отношения со сверстниками, научиться дружить, какие проблемы есть у подростков, и как помочь родителям справиться с этими проблемами, или как помочь ребенку справиться с апатией, или с паническими атаками. То есть специалисты разных сфер психологии, педагогики, методисты готовы поделиться своим опытом и ответить на ваши вопросы. Вот посмотрите, это далеко не весь перечень тем, которые мы проводили, у нас огромное количество. Есть группа ВКонтакте, можно просто зарегистрироваться, войти туда, посмотреть перечень тем, которые у нас были, сделать заявку. Подчеркиваю, что проект бесплатный. Ничего взамен мы не попросим с вас, кроме регистрации. Вы регистрируетесь и получаете либо доступ к уже готовой консультации, либо мы специально организуем для вас такую консультацию. Наш центр является одной из 20 площадок в нашей стране. Существует более 20 площадок этого проекта. В Петербурге мы единственная площадка. И уже второй год работаем с нашими партнерами из Национальной родительской ассоциации по этому проекту. Вот доверьтесь, не бойтесь. Я знаю отношения всегда к бесплатным каким-то продуктам. Предлагаем, оно всегда такое, несколько с сомнением. Здесь вы полностью можете нам доверять. И люди благодарят нас, потому что, во-первых, формируется культура запроса на консультацию. Во-вторых, решаются какие-то семейные проблемы, что, безусловно, важно. Особенно этот проект интересен молодым людям, которым часто некому обратиться за советом. Поэтому и даже какие-то свои собственные проблемы, зарегистрировавшиеся на сайте, вы тоже, быть может, наши консультации помогут вам решить. Также хочу обратить ваше внимание, да, вот здесь вот выхожу на главную страницу, и в разделе повышения квалификации, в разделе семинары конференции, здесь как раз располагаются и циклы различных интересных вебинаров записи. Нажав кнопочку, вы можете получить цикл по искусству, по науке, по современной культуре, по встрече с писателями и так далее, и так далее. Вот он цикл «Родительские перемены». И особое внимание обращаю и педагогов, и сотрудников музеев на вот эти материалы, материалы для педагогов. Нажимаю сюда. Здесь два огромных ресурса, уважаемые коллеги. Один – это медиохрестоматия проекта «Мой дом, моя Россия». Здесь более 25 вебинаров по темам. Интересно, это и живопись, это и русская история, русские полководцы, русский нобель. Причем каждое занятие ведут интереснейшие специалисты. Это и музей Суворова, и музей блокады, и русский музей. И современники нобелевских лауреатов, в частности, директор школы физико-технического лицея, друг Жереза Алтёрова, Валгер Иванов. И второй материал, который также активен по этой ссылке, это дайджест литературы народов России. Вот я нажимаю сейчас на кнопочку, захожу на сайт. Это отдельный медиаресурс, созданный в рамках конкурса при поддержке президентских грантов. Вот то, как я говорила о нем на сегодняшнем выступлении. И здесь вы можете познакомиться, получить хотя бы общее обзорное представление о литературе того или иного народа. На данный момент это представлено 15 литератур. Внутри них интервью у писателей, создание истории литературы, затем тексты, звучащие на родном языке, рекомендательные списки, уроки по родной литературе и многое-многое другое. То есть вот такой, насколько мне известно, аналогов этому ресурсу нет. И здесь вы можете посмотреть и то, как представляли этот материал дети, автор этого проекта дети. И также вот перейдя вот по этой ссылочке, если вам интересно, вы можете прочитать книгу, написанную в 2018 году, посвященную литературе народов России. Вот такие полезные ресурсы. Я очень надеюсь, что сейчас вы с нами. И несмотря на всю занятость, я хотела бы также отметить, что количество участников в чате у нас почти было постоянным. Люди реагировали на выступления. И как человек, много работающий с форматом конференции, в том числе и взрослых, и детских конференций, хочу заметить такую вещь. Смысл конференции, он не только в том, чтобы выступить и представить свой опыт, в том, чтобы выступить самому. Огромный потенциал формата конференции и главный, наверное, потенциал заключается в том, чтобы услышать других. Поэтому та спешка, в которой мы живем, и тот цепь нот, а иногда и просто уже привычка, такая вот как бы вот, во временном, может быть, каким-то причинам присутствовать, она приводит к тому, что все превращается в формальность. Мне очень хочется надеяться, что наша сегодняшняя встреча, и вы, и мои свидетели, она была неформальна. Мы слышали, мы слушали друг друга, нам это было интересно, и мы не ставим крестик проведенным мероприятием, мы открываем двери, и добро пожаловать в среду развития нашего центра, добро пожаловать новым контактам, новым встречам, новым знакомым. И всегда рады идеям проведения совместных проектов. Мария, вам слово, появились ли наши коллеги, кто-нибудь еще из выступающих. Мы очень бережно и деликатно относимся к каждому участнику. Сейчас в перерыве мы обзванивали всех, дозвонились не до всех. Не хочется, чтобы потом были обиды, но опять-таки зафиксировать время в онлайн-конференции, когда ты не любишь реально всех участников, невозможно. Поэтому здесь мы надеемся, что люди с пониманием относимся к тому, что в данной ситуации мы будем завершать нашу конференцию. Уважаемые коллеги, не появились выступающие нас? Я вижу Алексея Александровича. Алексей Александрович, вы нас слышите? Все, мы вас видим. У вас что-то со звуком, правильно я понимаю? Звук у вас включен, но мы вас не слышим. Алексей Александрович, просто напишите нам в чате, ожидать ли нам ваше выступление. Мы с пониманием относимся к проблеме, которая возникла у вас в техническом. Да, уважаемые коллеги, мы на связи с Алексеем Александровичем сейчас по телефону. Ну вот с браузера там небольшие проблемы. Я думаю, что запись выступления Алексея Александровича пришло, мы сделаем ее дополнительно и разошлем нашим слушателям. Просим прощения. Хорошо. Тогда вот еще маленькое такое дополнение. Мне бы хотелось сейчас, может быть, спросить наших коллег-участников, кто бы хотел в завершении нашей встречи сказать несколько слов. Это можно сделать и либо устно, даже без включенной камеры, если по каким-то причинам вам некомфортно сейчас это делать, либо написать в чате. Ну, очень важен вот отклик обратный. Так, я вижу сейчас звук выключен, да, коллеги, но если попробовать включить, может, учасье выступление получится. Уважаемые коллеги, и хотел ли бы кто-нибудь сказать несколько слов о завершении нашей конференции? Тогда осуществляем. Да, пожалуйста. Хорошо, если такой возможности нет, то будем очень благодарны, если вы пришлете, да, вот либо сейчас в чат хотя бы несколько слов, да, либо потом пришлете нам на сайт в ответном письме. Я напоминаю о том, что мы всем, кто присутствовал на конференции, мы пришлем сертификат участников, всем, кто выступал, сертификат выступающего, а также запись сегодняшней конференции, но очень просят, когда мы дождемся информации от коллег, чтобы включить их записи в общую запись конференции. Я прошу понять, мы с вами будем ждать это время. И презентации, если, коллеги, вы не возражаете, мы также отправим презентации, материалы участников, если это необходимо. Тогда, уважаемые коллеги, есть предложение, да, завершить работу нашей конференции, посвященной культуре, людям культуры, людям, которые заинтересованы в расширении культурного поля всей среды, в которой они живут и работают. Желаем всем хорошего лета. Приезжайте к нам в Петербург, кто сейчас слушает нас не из Петербурга. Тем, кто живет в нашем прекрасном городе, хочется пожелать еще больших открытий, потому что Петербургский текст всегда не исчерпаем. И добро пожаловать в Центр дополнительного профессионального образования «Альфа-Диалог» за идеями, за советами, за совместными проектами, за книгами. У нас прекрасная библиотека и по литературе, и отчасти не такая богатая, но и по некоторым делам искусство есть несколько интересных вещей. Мы находимся на Васильевском острове, в центре города. Недалеко от нас филологический факультет Гердмонского университета. Ирина Робертовна, спасибо вам большое. Спасибо вам за замечательную конференцию, за возможность вот так вот пообщаться и услышать очень много интересного. Вот я для себя услышала очень много интересного. А вот то, что коллеги рассказали, тот опыт, которым они поделились, это, я думаю, что я, во-первых, знаю, что и мне пригодится в работе, и я уверена, что многим присутствующим. Спасибо большое. Спасибо большое, Оксана Александровна. Я говорю, мы живем в таком беге, а иногда очень полезно становиться, потому что мы гораздо больше получим, чем пробежим. Да, это правда. Вот от имени всех присутствующих хочу поблагодарить Марию Радзину за сопровождение конференции, на всех ее этапах. Мария магистр, магистрантка кафедры ЮНЕСКО Герцинского университета. Первое образование Марии связано со связями с общественностью и с рекламой. Вот, и Мария прекрасно справилась с этой задачей. Сейчас она проходит стажировку в нашем центре. И на всех этапах, от поиска участников, регистрации участников, до выступлений сегодняшних, еще один посткоммуникативный этап теперь предстоит, дождаться ролики, которые пришлют там те люди, которые не выступили, да, все это смонтировать, включить в общую запись, прислать и так далее. И я вижу еще здесь, прямо вот сейчас онлайн, нашу удивительную слушательницу Елену Кудрякцеву. Я обращаюсь по записи. Елена, может быть, вы в завершение сказали бы на данное слово, вы удивительно нас сегодня всех поддерживали, вы выслушали все выступления. Можно включить микрофон, мы будем рады. А вы пишите в чате. Все, мы, да, поняли. Не работает микрофон, но вы замечательно слушаете. Замечательно. Вся конференция, это редко бывает. Редко бывает. Всем всего доброго. Спасибо большое всем участникам конференции. Всего доброго. Развитие ваших идей, процветание, здоровье, мира. Спасибо всем большое, организаторам, участникам. Очень добрая конференция. Это много полезного материала я для себя узнала. Благодарю вас. Вы такое слово хорошее сказали. Доброе. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего самого доброго. Всего доброго. Спасибо.